Спасибо, пастор Питер. Доброго вечера, браты и сестры. Господь царствует. Посему наша душа жива. Мы благословены. Я приветствую вас от имени International Bible Seminary. Это, в принципе, сертифицированный курс от нашей семинарии. Пастор Питер с нами уже много лет сотрудничает. Я передаю привет от Виктора Дзюбак, ректора нашей семинарии, от Андрея Ходорчук, который является идеологом этой программы. Он приедет чуть позже. За мной идут сильнейшие меня. И меня это радует, конечно, что наша программа будет нарастать. И вот моя такая миссия – стать посредником между историческими эпохами, которые были в контексте проповеди, и современностью. И я люблю такую метафору, что история – это зеркало заднего вида в автомобиле. Если в зеркало смотреть все время, будет авария. Если в зеркало вообще не смотреть, мы тоже можем сделать опасным наше движение вперед. Поэтому наша цель – посмотреть в зеркало заднего вида, чтобы лучше двигаться вперед. Сегодня мы поговорим об истории. Завтра мы поговорим об актуальном послании в 21 веке. Мы попытаемся понять, почему в 21 веке стало так сложно проповедовать. И каким образом вот этот момент все-таки с Божьей помощью преодолеть. И как пастор Питер сказал, во второй части мы завтра возьмем два-три текста из Писания и поработаем над этими текстами в контексте той методологии, которую я предложу вам. Сегодня больше истории, завтра больше 21 века и как работать с текстом. Это будет полезно не только для проповедников, но если вы, например, читаете лекции, или вы, например, в воскресной школе доносите информацию, или в целом делитесь чем-то, мы должны понимать, что эпоха меняется, время меняется, и способ донесения информации тоже трансформируется. И отсюда нам очень важно обратить на это внимание. После перерыва мы сделаем краткий обзор, может кто-то подойдет нашей программе в целом. То есть какие ваши предметы ждут в дальнейшем, кто их будет преподавать, какие цели ставятся, это я уже сделаю после перерыва. Я начну с того, как я первую проповедь сказал. Когда-то в 80-е годы еще, когда Советский Союз еще существовал, по телевизору стали показывать такой мультфильм, который назывался «Суперкнига». Кто-то слышал об этом мультфильме? Его сняли в 80-е годы, этот мультфильм потом перевели на русский язык, и когда начала приходить свобода в Советский Союз, в 89-м году этот мультик начали для детей показывать. И там в конце этого мультика была такая рекламка, что кто напишет Робику письмо, тот получит такую, короче, брошюрку от Робика и получит еще подарок. И вы не представляете, в 89-м году в нашем городке, в Днепропетровской области, дети смотрели вот этот мультик, и Робик им пообещал подарок и вот эту брошюрку, и на базе нашей церкви должны были организовать такую встречу. Это должны были быть дети и их родители, и первый раз, это был 90-й год, в нашу церковь пришло 40 неверующих родителей и 40 их детей, приблизительно даже чуть больше, которые должны были получить подарок от Робика и получить эту брошюрку. И мне учительница воскресной школы или директор говорит, что надо кто-то, чтобы с детей сказал проповедь. Я говорю, а мне вообще, мне так 10 лет еще только должно было стукнуть. Я говорю, я еще никогда, но говорят, если взрослые будут говорить, это будет неубедительно, а если кто-то с детей скажет. Я думаю, что же мне рассказывать, такой малый вообще, отца спросил, и потом я играю своим казаном в песочке, помню, играем, и в один момент мы с ним повздорили, и я взял такой камень, не камень, это камешек взял и бросил в его сторону. И я не думал, что он попадет прямо ему в голову и разобьет его голову. И он сплачем, побежал там через дорогу к своим родителям, и через минут 20 он вышел такой, замотанный головой, и я сразу ему говорю, Степан, сори, я не хотел, так получилось. И, короче, мы дальше играемся с ним машинками, буквально через 20 минут, как ему в голову прилетел камень. И меня по мотивам этого остросюжетного момента родилась проповедь, будьте как дети. И я говорил о том, что взрослые, они не то, что камни друг друга не бросают, они там плохое слово сказали, уже 5 лет не общаются. А мы с Степаном повздорили, я бросил камешек, голову ему разбил, но через 20 минут мы уже игрались снова на песочке. Поэтому тема была «Будьте как дети». Это была моя первая проповедь, я, как сегодня ее помню, прошло уже 33 года с того времени, и, конечно, после этого я уже камешками не бросался перед проповедями, но в целом идея была понятна, что хорошо бы с практики что-то говорить и доносить людям. Друзья, когда мы говорим об истории, мы понимаем, что она многому может нас научить. Нам важно там не остаться. Почему? Потому что мы живем в 21 веке, перед нами свои вызовы, и мы должны как-то их решать. И вот когда мы подходим к новозаветней проповеди, мы сегодня с вами несколько новозаветных проповедей быстро почитаем и возьмем какие-то выводы, но мы должны понимать, что новозаветняя проповедь, она не родилась в один момент. Когда я буду говорить о проповеди, я буду использовать слово «гамилия». «Гамилетика» — это учение о проповеди, «гамилия» — это слово, которое описывает проповедь. Фактически проповедь Нового Завета, она сформировалась сформировалась благодаря трём элементам. Первый элемент — это ветхозаветнее пророчество. Ветхозаветнее пророчество, оно проложило путь для христианской проповеди. Когда вы открываете Ветхий Завет, это пророческие тексты, и пророки были не только те, которые пишут текст, но те, которые провозглашают текст, говорят пророчество. Пророчество не только записанное, но провозглашенное прежде всего. Пророчество не только, которое возвещает будущее, потому что обычно, когда люди слышат слово «пророчество», они думают о будущем. Ветхозаветнее пророчество чаще возвращало израильский народ к Завету, то есть говорило о прошлом договоре, который был заключен между Богом и израильским народом. И вот ветхозаветнее пророчество, форма его подачи, внутренняя структура, оно проложило путь для христианской проповеди. Второй элемент, который стал опорным камнем для новозаветней проповеди, это античная риторика. Кто-то из вас слышал такое слово, как риторика, и слово «ритар», или когда уже пришла эпоха Римской империи, использовалось слово «трибун». Трибун – это не советское слово. Кто-то говорил, что вот кафедра в церкви появилась от Советского Союза, когда «трибуна» появилась. Слово «трибун» – это латинское слово. И вот эту риторику называли в античности королевой наук. Потому что ритор – это было очень и очень популярное, очень и очень престижное ремесло из-за того, что решение, даже в законодательных разных собраниях, институциях, принималось благодаря умелой подаче информации риторам. И вы, наверное, слышали «Иудейская синагога», или «Римский сенат», или «Греческий и Афинский ариопак» – все эти структуры, в которых выступали риторы. И человек, который научился переубеждать другого, в античном мире очень сильно ценился. И эта античная риторика, она создала техническую базу для христианской проповеди. Я хотел бы два сюжета тут сказать. Кто-то из вас слышал имя Цицерон. Цицерон – это выдающийся ритор, который, скажем, подытожил развитие античной риторики. О чем говорит Цицерон? Он говорит о том, что ритор, прежде чем он будет говорить речь, на начальном этапе он должен собрать материалы. Вот этот этап называется инвенция. Ритор не говорит речь из пустого места. Ему надо заниматься собиранием материала. он собирает материалы с разных мест. Когда-то говорили так, что если ты для проповеди или для своего труда использовал один источник, это называется плагиат. Если ты два источника использовал, это называется компиляция. А если ты использовал три источника, это диссертация. То есть, как минимум, из трех источников надо собрать информацию. Почему у нас в Новом Завете четыре Евангелия? Четыре Евангелия, это как бы четыре разных камеры, которые описывают жизнедеятельность Мессии, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Не одно Евангелие, но есть Матфей, есть Марк, есть Лука, есть Иоанн. Это четыре разных перспективы. Все начинается, согласно античной риторику, с поиска материала. На втором этапе начинается то, что называется диспозиция. То есть, организовать материал. Можно собрать массу материала, но если он не организован, ты не сможешь его передать. Это было понятно для античного риторства. Массу материалов. Есть такие проповедники или ученые, которые любят просто коллекционировать материал. У них там масса. Это как мужики в гараже. Знаете, насобирали кучу всего, и он знает, что у него там что-то есть, это где-то есть. Но из-за того, что оно в хаосе находится, разбросано, куча времени идет на то, что найти материал. И вот когда это все систематизировано, все по полочках разложено, это уже совсем другой подход. Лучше меньше материала, но он лучше организован, говорил Сицерон. На третьем этапе наступает этап элокуции, то есть подбора языка и слов. Когда вы организовали свой материал, говорили риторы, необходимо подобрать язык и слова, и это будет зависеть от аудитории. Античным проповедникам в кавычках было понятно, что все зависит от аудитории. И если аудитория, скажем, ниже интеллектуальным уровнем, надо подобрать такие слова, которые бы повлияли и были понятны. Мы тут говорили уже, вот двери немножко приоткрыты, но я вам тут нарисую вот этот треугольник, к которому я постоянно буду обращаться, что в любом проповедиле, в любом тексте есть три стороны. Есть проповедник, есть сама речь и есть слушатель. Проповедник, речь, слушатель. И вот уже в античной риторике было понятно, что слушатель влияет на проповедника. Почему? Потому что проповедник, зная свою аудиторию, подбирает такую, одевает вот эти смыслы в такие слова, которые были бы понятны. И мы в Новом Завете сейчас это увидим. Когда Петр проповедует в день Песятницы, он цитирует много Ветхого Завета, потому что перед ним стоят люди иудействующие, религиозные, люди набожные, из всякого народа под небесами, но они все евреи по своему происхождению. Соответственно, слушатель насколько сильно влияет на проповедника, что проповедник подбирает подход, чтобы такую проповедь сказал, чтобы слушатель его уразумел. И то же самое касается, когда там автор пишет. Вот когда вы пишете текст-месседж, учитываете ли вы адресат, кому вы пишете? Пишите начальнику на работе или своей жене? Будет ли это отличаться подача одного материала и другого материала? То есть подбор языка и слов. И вот здесь на минуточку, дорогие, я вот там проработал в университете 15 лет в светском, и когда ты приходишь преподавать в университет, есть определенный срез людей. Люди приблизительно, которые пришли учиться, им там 18-19 лет, если они на фулл-тайм эдукейшн пришли, и вот эти люди, они приблизительно одинакового возраста, одинакового способа мышления, одинакового происхождения, хотя там есть девушки и есть парни, кто-то богаче, кто-то беднее, кто-то с интеллигенцией, кто-то там с рабочей семьи, но в целом срез один. И вот представьте церковь, друзья, перед какими вызовами стоит пастор или проповедник в церкви. В церкви есть люди пожилые и молодые, в церкви есть люди, которые из более образованных кругов и которые из менее образованных кругов, есть люди, которые вчера пережили радость в своей жизни, есть люди, которые вчера пережили горе в своей жизни и расставание пережили, есть люди, которые переживают разные фазы своей личной жизни, и проповедник стоит перед таким большим вызовом, что ему надо сказать такое слово, которое повлияло бы на всех. Представляете, это намного тяжелее, чем профессор в университете, перед которым приблизительно один срез людей, однородный срез людей, и ты передаешь информацию. И вот когда мы пытаемся подобрать, говорит Сицерон, языки слова, нам очень непросто, потому что мы должны учитывать аудиторию, которая придет. Даже здесь очень непросто, потому что здесь есть люди постарше, и есть люди помладше, которым уже даже русский язык сложноват. И я тоже стою перед таким, знаете, на кого ориентироваться, как говорить, и мы в церкви постоянно с этим сталкиваться. Знаете, есть такой мой любимый пример, когда в Украине встретился богатый человек с бомжом. И бомж, человек без определенного места жительства, говорит, я уже три дня не ел. А этот бизнесмен говорит, так ты себя заставляй, заставляй. То есть он даже понять не может, почему я это три дня не ел. И люди, которые приходят в церкви, они очень разные. Проповедник один. И ему надо такую информацию дать, чтобы богатый и бедный, образованный и необразованный, молодой и пожилой, чтобы мужчина и женщина, а женатый и неженатый, чтобы они получили такое послание, которое бы и ободрило их, и научило. И, конечно, тут без Духа Святого не разобраться. Но в античной риторике аудитория влияла на языки слова. И что происходило дальше? Считалось, что необходимо запомнить ключевые части речи. Это называлось «меморио» на латыни. То есть считалось, что если ритор читает с листа, он никогда не убедит свою аудиторию. Никогда. Поэтому надо было запомнить ключевые части. Обычно, например, в Сенате речь могла продолжаться два часа. В Ариапаге, греки так долго не говорили, где-то час-час двадцать. Если вы посмотрите на Синедрион, в Синедрионе они выступали тоже длительное время. В 20 веке зафиксирована самая длинная речь. Тут недалеко отсюда есть Куба. Слышали такое государство? В Советском Союзе говорили, что Куба – это коммунизм у берегов Америки. Вот таким образом аббревиатуру переводили К-У-Б-А. И вот там был такой Фидель Кастро. Он установил рекорд речи. Он выступал 11 часов 52 минуты, без перерыва, без конспекта. И запретили слушателям выходить. Это как в эпоху Нерона. Когда Нерон пел в первом веке, то не выпускали даже беременных женщин. И не рожали прямо на трибунах театров, потому что выступает император. И вот в эпоху коммунистического такого безумия человек выступает 12 часов почти. Он устанавливает мировой рекорд. У него была потрясающая память, потому что если вы выступаете 12 часов, где-то надо набрать информацию по этой теме. В античности считалось, что все запомнить невозможно, но ключевые вещи надо запомнить. И поэтому ритеры работали над своей памятью. И были приемы, как лучше запомнить материал. И только на пятом этапе, согласно Тицерону, было провозглашение речи или акцио. То есть обычно, когда мы молимся в церкви и говорим, Господи, благослови проповедь, мы имеем в виду вот эту пятую часть. Мы редко молимся, Боже, благослови поиск материалов, благослови, чтобы проповедники хорошо организовали, благослови подбор языка и слов, запомнили ключевые части. Друзья, прежде чем проповедь говорится или речь говорится, проходится вот сколько этапов. Знаете, вот я не умею варить, кушать и не мечтаю научиться. И иногда, когда жена там готовит что-то, я прихожу и быстро ем, быстро ем. Она немножко недовольна, потому что я не учитываю все этапы, которые она пришла. Поехала в магазин, купила какие-то продукты, потом эти ингредиенты, потом этот рецепт, потом это все соединило. Я тут живу у родственника Эдика Янищенко, некоторые из вас знают его. Он 10 лет вел передачу, называется «Мужчина на кухне». И он там делал какой-то сэндвич, и на это ушло несколько часов. Там мясо жарил, так трудно это все давалось. И приехал один тракист. И этот тракист был голоден, и мы с ним сели у Эдика мясо кушать. И, короче, тракист за 7 минут все съел. И этот Эдди глянул и говорит, слушай, ты как экскаватор. Я тут сколько стоял возле этой плиты, это все. И я уже слышу это все и начинаю растягивать кушание. И я там помаленькую, где-то минут 25 пошло, и он говорит, чувствуешь этот вкус? Я говорю, да, чувствую этот вкус. Но принцип в чем? Когда проповедник проповедует, слушатель, он даже до конца не может понять, сколько этапов перед этим прошло. Когда вы не варите кушать, а просто сели за стол, чтобы употреблять эту пищу. Я как мужик, я даже до конца не осознаю всех процессов, которые прошли. И очень часто еще бывает, скривишься, что-то не нравится, проповедь какая-то сухая и все остальное. Друзья, Цицерон говорит, что в античной риторике, прежде чем речь должна быть провозглашена, проходятся разные этапы. И вот христианская церковь на раннем этапе, она где-то так и двигается, если смотреть с точки зрения риторики. Еще один момент риторический. Я хотел вспомнить об Аристотеле, выдающемся мыслителе, философе, авторе фразы «Платон мне, друг, а истина дороже». Также, когда он рассуждает о риторстве, о проповедничестве, о гамилетике, он говорит, что есть три вопроса обычно. Первый вопрос – личность проповедника. Это этический вопрос, и этот вопрос – кто проповедует? То есть уже в то время было понятно, что по проповеднику и тема его, даже для людей светских, которые представляли собой просто риторику, не каждый ритор мог взять в уста определенную информацию. Почему? Потому что ты должен иметь моральное, этическое право говорить на эту тему. Иногда нашим некоторым проповедникам надо просто почитать Аристотеля, потому что у нас люди, которые, например, не вступили в брак, проповедуют о том, как этот брак лучше создать. Или люди, у которых детей нету, говорят о том, как детей воспитывать. Или люди, которые не открыли ни одной церкви, учат о том, как надо церковь открывать. Уже в античной риторике было понятно, что все начинается с личности проповедника. Кто это делает – это вопрос этики. Второй момент, который тоже важен – содержание проповеди, контент. Что он говорит? Это логос. Аристотель говорит, что важна личность, но мы не должны думать, что личность и точка. Вопрос «что говорит» тоже очень важен. И третий момент уже, вопрос формы подачи – это патос или стиль проповеди. Как говорит? То есть для риторики вот эти три вопроса, они ключевые. Кто говорит, что говорит и как говорит. Конечно, о риторстве можно много говорить. Одним из выдающихся риторов стал христианский богословий отец церкви Августин Аврелий. Я о нем еще вспомню. Он тоже не просто был ритором, он открыл школу риторики. Он учил провозглашать речь уже на рубеже 4-5 веков. Но в целом, благодаря античной риторике, христианская гомилетика, христианская проповедь получила инструменты, техническую базу, каким образом лучше говорить к людям так, чтобы они получали определенные вызовы и изменялись. И третий момент, как основа раннехристианской гомилии, это, конечно, христианское благовестие. Христианское благовестие разработало методы и стили проповеди. Христос в этом случае и апостолы, они стали потрясающим экземплом, как надо проповедовать. Еще раз, новозаветняя проповедь строится на трех основных базисных элементах. Ветхозаветнее пророчество, которое проложило путь. Античная риторика, которая дала инструменты для христианской проповеди. И христианское благовестие, которое разработало методы и стили проповеди. Я очень кратенько коснусь Христа как проповедника, друзья, потому что у вас будут другие предметы, где вы будете анализировать тексты, которые говорил Христос, и Христос, который видится в этом нашем курсе как проповедник. Самые главные моменты хотел бы кратенько выделить. Первое, что видно Христа как проповедника, он проповедует со властью. И один из текстов Писания говорит, что Христос проповедовал как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. То есть книжники и фарисеи имели соотношение с определенными структурами, такими как синедрион, и они должны были уметь говорить. Но их проповедование противопоставляется проповедованию Христа. То есть у Христа была не только сила аргумента, а у него был аргумент силы. И Павел, помните, позже напишет, что моя проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. И во Христе аргумент силы и сила аргумента, они соединяются. И это очень важный момент, потому что очень часто, друзья, мы сегодня что видим? Мы видим человека, который имеет аргумент силы, очень эмоционален, очень так вроде доступно доносит, но не глубоко. И мы видим человека, который говорит достаточно глубоко, но некоторые люди начинают в сновидениях получать вразумление, потому что это не эмоционально. Мы вот с пастором Питером вспомнили, что в XIX веке слушатель не мог сидеть на мягком кресле во время учебы. Ученик должен был сидеть на твердом деревянном основании, потому что, извините, считалось, что если попа сидит на мягком, голова никогда не усвоит необходимую информацию. А еще раньше считалось, что для того, чтобы усвоить информацию, лучше стоять. Менделеев по 17 часов работал стоя за такой кафедрой, по 17 часов, потому что считалось, что мозги лучше работают, когда люди стоят, когда ритор стоит и когда слушатели стоят. Тогда это лучше усваивается, у них больше сфокусировано внимание. Возвращаясь ко Христу, и аргумент силы, и сила аргумента. Второй момент. Христос говорит просто, но оригинально. То есть гениальность Иисуса, Мессии, он говорит просто о сложных вещах. К сожалению, сегодня проповедники говорят сложно о простом. Гениальность как раз состоит в том, чтобы просто говорить о сложном, чего только стоит знаменитая Нагорная проповедь нашего Господа. Пятая, шестая, седьмая главы Евангелия от Матфея. Соединить сколько мудрости и выдать ее таким способом, чтобы рыбаки, чтобы простые люди, многие из них, которые писать не умеют, и в античной риторике точно не разбираются, но они могли это понять, это, конечно, надо быть сыном Божьим. Просто, но оригинально. Еще один момент. Христос вступает в полемику. Христос не боится полемизировать. Христос идет на то, что сегодня называется discussion. Знаете, те из нас, которые молодые, мы с вами, знаете, как это правильно сказать, я еще тоже себя молодым считаю, выращены в атмосфере подакивания. Что такое атмосфера подакивания? Ты проповедуешь, а люди говорят аминь, аллилуйя. В каких-то более продвинутых церквях руку могут поднять и сказать, давай, брат, еще там скажи нам что-то. Но когда Христос проповедовал, не всегда была эта атмосфера подакивания. Его перебивали. Христу ставили какие-то вопросы, вступали с ним в спор. Я пару раз тоже в церквях ощущал эту атмосферу полемики. В одной церкви когда-то проповедую, какую-то фразу сказал, там пожилой такой брат сидит и говорит на весь зал, легко сказать. И знаете, сразу, сразу уже ты чувствуешь, что есть определенные, оппозиция определенная. Моя любимая история, они со мной связаны, я на одном собрании был в Киеве на карьерной 44, со мной был там такой Игорь, молодой проповедник, 19 лет. И он такой худой. Библию такую большую взял, она больше за него. И он выходит за кафедру проповедовать в среду вечером. А здесь впереди сидят одни такие дедушки, причем такие верующие, все, один с бородой. И Игорь только выходит, и этот дедушка на весь зал говорит, зараз послухаем, что нам цей пистон скажет. И когда он это сказал, ты сразу почувствовал, что полемика, ты еще не вышел, а уже есть определенная полемика. Я молюсь, думаю, Господи, хотя бы Игорь не стал что-то сейчас с кафедры говорить, чтобы оправдываться. Нет, он не стал, он сразу начал говорить проповедь. Но сегодня это редко бывает. Обычно мы хотим вот этой атмосферы, аминь, аллилуйя, и нас может обескуражить, остановить, притормозить нашу проповедь, какая-то реакция другая. Еще один момент, Христос повторяет проповеди. Евангелисты, например, насчитали, что Христос за Царствием Божьим, или богословы евангелистов насчитали, что Христос за Царствием Божьим говорит 60 раз. Понятно, что есть такие темы, которые мы называем метатемой, темы, которые создают другие темы. И повторять проповеди для Христа, это не было чем-то таким неправильным. Почему? Потому что у Христа аудитория менялась. Это одно. А второе, люди, которые слушают, для того, чтобы они усвоили, им надо эти вещи очень часто повторять. Сегодняшние проповедники очень часто бегают за инновациями, чтобы не повторяться, в то время, как Учитель Господь Иисус Христос повторялся в своих темах. И в этом есть тоже благословение. Еще один момент – это варианты мест, методов и сцен. Знаете, когда информация доносится постоянно в одном месте, есть определенное уже притупление внимания. Иисус, например, выходил на гору. Иисус там ставил ребенка при необходимости донести какую-то истину. Надо иногда поменять место. У меня в прошлом месяце был уникальный опыт. Меня пригласили в Сакраменто сказать семинар для холостяков. Братьев, которым от 27 до 40. И вот надо было семинаром поделиться с ними. И понятно, что если этих холостяков собрать в церковь. И мы там 6 часов и шли на гору, тоже как Христос. И когда ты идешь на гору, вот какая-то такая общинность создается, общение такое, уже точки соприкосновения больше возникают. И потом я говорил 2 часа к ним, и мы общались. Это очень сложная категория людей. Если кто-то не сталкивался, неженатые братья, которым за 30, которые живут по принципу, иногда жизнь заканчивается смертью, иногда свадьбой. Это очень сложная аудитория, чтобы донести им какие-то истины. И для этого иногда надо не только поработать над конспектом, над способом передачи информации, но элементарно поменять место, поменять сцену, изменить подход, изменить метод. И Христос нам показывает пример, что кроме фактора информации, есть фактор, где эта информация доносится, в каком месте, в какой обстановке, в какой атмосфере. И на это надо обращать внимание. Иллюстрации. Христос использует иллюстрации, Христос проповедует притчами, человек-слушатель может отождествить себя с образами, подаваемые в этой притче. И это очень важно, и мы завтра особенно об этом будем говорить. И, наконец, Христос задает риторические вопросы. Христос евреи на земле задает риторические вопросы. Проповедник не должен отвечать на все вопросы. Проповедник должен оставить слушателей с какими-то размышлениями, чтобы они пошли домой и продолжали еще над чем-то размышлять. И это будет правильно. Друзья, самым настоящим кладезем проповедей является книга «Деяния святых апостолов». Некоторые из вас были здесь в июне, когда мы читали немножко эту книгу, и мы говорили о том, что в этой книге потрясающе есть 24 проповеди и речи, которые были сказаны как апостолами, но были сказаны и другими людьми. Восемь из этих проповедей и речей принадлежит Петру, девять принадлежит Павлу, есть речь Иакова, которую он провозгласит на Иерусалимском соборе, самая длинная речь в «Деянии» Кому принадлежит? Кто из вас помнит? Стефану, 7 глава. Есть речь, например, законоучителя по имени Гамалиила, который там в Синедрионе что-то говорит. Даже Лука приводит нам месседжи, которые говорят римские представители говермента, там такой галеон выступает, и эта речь есть. В 20 главах есть речь Тертула, который обвиняет апостола Павла как обвинитель. То есть, «Деяния апостолов» — это не просто нарратив, это еще 24 проповеди и речи, а это составило четверть всего текста. Вот если взять нашу структуру, 360 стихов — это проповеди и речи. И, конечно, когда мы смотрим на эти проповеди и речи, они определили первые века христианского проповедования, потому что последователи апостолов, они ориентировались на эти проповеди. Два момента, прежде чем мы начнем читать первую из проповедей. Проповедник зависит от аудитории. Слушатель формирует речь в кавычках. То есть, если Петр проповедует в день Пятидесятницы, перед ним религиозная аудитория, которой надо цитировать Ветхий Завет, потому что это утвердит их в объективности поданной информации. Но если Павел и Варнава попадают в место, где они исцелили больного, а толпа хочет приносить им жертвы, считая их башками, то Павел не начинает проповедовать на сложную тему с использования Ветхого Завета. Он начинает говорить им простыми земледельческими какими-то тезисами о том, что Бог попустил народам ходить своими путями, однако не переставал свидетельствовать о себе, посылая с неба дожди и давая урожай, посылая времена плодоносные. То есть, мы видим проповеди, которые зависят от контекста, которые зависят от людей, которые там есть. Или Павел в Ариапаге, в Афинах, когда его привели, и перед ним ученые люди, для которых Ветхий Завет не авторитет, и вместе с этим он не может к ним обращаться, как к земледельцам. И он начинает цитировать им их стихотворца, он говорит им о Боге. Все эти элементы говорят о том, что проповедники на страницах деяний, они знали свою аудиторию. И знание аудитории позволяло им одеть смыслы в такие одежды, чтобы эти смыслы были восприняты аудиторией. Мало того, что восприняты, проповедник хочет повлиять на людей, трансформировать их мышление, дать им какой-то вызов. И с этим апостолы успешно справлялись. Еще один момент. В деяниях апостолов много чудес и знамений. И есть проповеди. И в 14 случаях после чуда шла проповедь. Вот в 3 главе Петр и Иоанн исцеляют хромого, но после того, как исцелен хромой, они говорят проповедь. И мы тут говорили со студентами, каким бы великим чудо ни было, оно имеет ограниченное воздействие. Даже над теми людьми, которыми оно совершается. Например, Петр исцелил Энея, который 8 лет был в расслаблении. Но пришло время, когда Эней снова заболел и умер. Петр исцелил Тавифу, которая была мертва. Или не исцелила, а воскресил. Но пришло время, Тавифа умерла второй раз, и ее больше никто не воскрешал. Однако там написано, видели это люди в Лиде и в Сароне, и обратились к Богу. Видели воскресшую Тавифу в Иопии, и уверовали. И слово, и видевшее чудо, дало для видевших людей вечное значение. Если чудо имеет временный эффект, слово дает вечный эффект. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. А без веры угодить Богу невозможно. Послушайте, друзья, каким бы великим чудо ни было, оно имеет ограниченное воздействие. Оно утверждает господство имени Иисуса. А сказанная проповедь рождает веру, влияние которой распространяется на всю вечность. А не просто имеет какой-то временный эффект. Друзья, для того, чтобы нам чуть-чуть конкретнее сказать, давайте мы откроем Деяние Святых Апостолов 2 главу и прочитаем знаменитую проповедь Петра в день Пятидесятницы, которая определила несколько веков дальнейшей проповеди и во многом влияет на нас сегодня как определенный экземпл, как пример, на который мы смотрим, из которого мы делаем определенные выводы. Итак, Деяние Апостолов 2 глава 14 стих. Мы прочитаем все 26 стихов этой проповеди. Вы можете открыть этот текст на русском, на английском языке, то есть, может, его на украинском языке читаем, и как удобно. И мы прочитаем этот текст. Написано, Петр же, став с 11, 14 стиха, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Сие да будет вам известно, и внимайте слова моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Яилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от духа моего на всякую плодь, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе, вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и пригвоздив руками беззаконных убили. Но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поколебался. Того возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видеть ление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицем твоим. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророками, зная, что Бог склятвою обещал ему откладать через его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видел от ления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. И так он был вознесен десницей Божьей, приняв от Духа от Отца обетование Святого Духа, и взлил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам, говорит, сказал Господь Господу моему, сиди и одеснуй у меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и вещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. И так охотно принявшие Слово его крестились и присоединилась в тот день душ около трех тысяч. Друзья, если использовать вот эту методологию Аристотеля и посмотреть на эту проповедь через этот подход. Первый вопрос, кто говорит? Говорит Симон Петр, который еще семь недель перед этим не мог исповедать имя Иисуса Христа и свою принадлежность к ученикам, которые знают Иисуса перед отдельными людьми, и, в частности, перед этой служанкой. Написано, отрекается, клянется, божится, что он не знает ни Христа, ни других людей, которые принадлежат к его нетворку, к его сообществу. То есть, если посмотреть на Петра, мы видим, что обычно подготовка проповедника идет более длительное время, чем когда проповедник готовит проповедь. На проповедника всегда идет больше времени. Почему? Потому что если человек будет готов, если он будет подготовлен, он скажет много проповедей. Но прежде чем мы будем слушать хорошие проповеди, нам надо проповедников приготовить. Знаете, я когда-то работал в разных организациях, и однажды меня привлекла одна организация, которая сказала, «Слушай, нам не надо то, что ты делаешь. Мы бы хотели вложить в тебя. И если мы разовьем тебя, ты тогда сможешь и проповедовать, и семинар сказать, и курс приготовить». Знаете, мне это очень понравилось, потому что обычно всегда кто-то от тебя что-то хочет получить. Интересен не ты, а интересен то, что ты можешь дать. Но если мы сами не развиваемся, если мы сами не встаем лучше, рано или поздно мы обанкротимся. И вот смотрите на Петра. Господь, прежде чем он сказал проповедь, три с половиной года в него вложил. Это был неровный путь. Там были вот такие вещи. Еще за два месяца, как мы сказали, до проповеди он проваливает экзамен. Сколько в наших церквях бы людей, которые провалили экзамен, и мы сказали, слушай, через два месяца он будет стоять перед тысячами людей, будет говорить проповедь, и он уже будет готов. Нам в это сложно поверить. Обычно у нас после таких провалов не допускают до проповеди лет 20 в некоторых церквях. Но мы видим результат. Говорят, что Петр сказал одну проповедь, уверовало три тысячи людей. Нам приходится говорить три тысячи проповедей, чтобы веровал один человек. Понятно, кто-то скажет, что это фаза такая. Это день Пятидесятницы уникальный. Но здесь подготовленный проповедник. Прежде чем проповедник провозгласит проповедь, Господь приготовит проповедник. И обычно на эту подготовку идет больше времени, и уже готовый проповедник возвещает слово, которое преобразует людей. Второе, на что я хотел бы обратить внимание в этой проповеди, это исполненность духа Петра. 14 стих говорит, что Петр возлесил голос и возгласил. В греческом языке этот глагол, такой же, как глагол в 4 стихе, переведенный в русском синодальном переводе, как слово «провещавать». Это слово, как дух давал им провещавать, оно то же самое, которое используется в 14 стихе. То есть Петр исполнился духом. Это не просто было его рациональное только размышление. Я такую фразу чуть сложнее скажу. Некоторые комментаторы утверждают, что если бы Петр до конца понимал, что он проповедовал во 2 главе, ему не надо было бы три сверхъестественных проявления в 10 главе, чтобы понять, что Бог обращается и к язычникам. То есть вот 39 стих мы только что прочитали, это абсолютно радикальный даже для Петра текст, когда он говорит, «Ибо вам принадлежит это обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». То есть, скорее всего, Петр говорит такие вещи, которые он сам еще до конца не понимает. Я не знаю, было у вас такое в проповеди? Вы что-то сказали такое, что вы после этого думаете, это я, че не я? Это вообще, как я мог до такого дойти, и как я мог такое сказать? Я уже рассказывал эту историю, я был когда-то в Хьюстоне, штат Техас, в одной церкви американской, Бретт оф Лайф называется. И там большая церковь, и пастор говорит, в воскресенье на трех потоках одну и ту же проповедь. И он говорит, что только к концу третьей проповеди я наконец-то понимаю, что я хотел им сказать. Три раза одну и ту же тему говорит, это говорит только к концу третьей. И я говорю, наверное, я хотел бы ходить на третий поток, когда уже пастор наконец-то понимает, что он хотел сказать. Но действие Духа внутри Петра опережало способность до конца понимать, что он сказал. Иногда мы такое переживаем. Если это от Духа, это благословение. Если это не от Духа, это очень опасно. Если вы не знаете, что вы сказали, есть потрясающий античный принцип, звучит так. Не говори все, что ты знаешь, но знай все, что ты говоришь. Не говори все, что ты знаешь, но знай все, что ты говоришь. Но в контексте исполненности Духом мы можем сказать даже то, что мы на данном этапе до этого не дошли. Просто Господь нас использовал для этого. Третье, смотрите, Петр говорит актуальное послание. Почему оно актуальное? Потому что перед этим, после того, как Дух Святой сошел, Лука зафиксировал три реакции, которые были в толпе. Первая реакция – люди удивлялись. Они еще такого не видели. Они не первый раз на праздник Песядницы в Иерусалиме, но еще такого шума с неба, еще такой толпы эмоционально возбужденных людей, которые говорят на иных языках, они никогда не видели. Поэтому первая реакция была, написано, что они удивлялись, удивились. Вторая реакция – недоумевали и спрашивали, что бы это значило. Как мы их там слышим, говорящих нашими наречиями, в которых мы родились. А третья группа – написано, что они насмехались и говорили, они напились, здесь написано сладкого, а в оригинальном тексте написано молодого вина. Что такое молодое вино? Это концентрированный напиток, который влияет на мозги. Поэтому такая форма поведения. И вот Петр, видя, что есть три разных реакции, посмотрите, с чего он начинает проповедь. Он начинает с актуального ответа на актуальный вопрос. Он говорит, они не пьяны, как вы думаете, ибо ныне третий час дня. Сколько это? Три часа дня на еврейских часах? На еврейских часах это девять часов утра. А Библия говорит, что упивающиеся упиваются когда? Ночью. Для евреев не характерно пить с утра. Иосиф Лавий пишет, в тот ранний час местные пьяницы и бражники еще не начинали пить. Извините, это не славянские алканавты, которые утром, когда похмели, в поисках новой дозы ищут алкоголь. У евреев не принято пить с утра. Даже алкоголики еврейские с утра не пьют. Поэтому Петр говорит, они не пьяны, как вы думаете, девять часов утра по-нашему. Но это есть. То есть, очень важный момент. Проповедь Петра отвечает на сегодняшний вопрос. Проповедь Петра отвечает людям, которые сегодня имеют определенное представление о том, что происходит. Дальше. После того, как он сказал, почему и что это такое, Петр начинает использовать Писание. Заметьте, из 26 стихов 11 стихов это три текста из пророка Иоиля и два псалма Давида он цитирует. С 26 стихов 11 это ветхозаветные тексты. Почему? Потому что перед ним аудитория, которая пришла в Иерусалим из-за того, что в Ветхом Завете есть определенные предписания. То есть, они знают этот текст. Уважаемые братья и сестры, я хочу сказать, если вы проповедуете в церкви, очень важно, чтобы уже к 4-5 минуте вашей проповеди вы или читали текст, или проповедовали текст. К сожалению, есть немало проповедников, которые текст Писания используют не как призму, не как очки, а используют как костыль, знаете, вот как подпорку. Они наговорили какие-то смыслы, а потом им надо на что-то опереться, и они говорят, а теперь давайте прочитаем. Я когда-то в горячие 90-е слушал одного проповедника, он 42 минуты просто рассказывал какие-то истории, а потом на 43-ю говорит, а теперь давайте прочитаем Евангелие от Луки, а потом говорит, а не-не-не-не-не-не, еще один момент, еще одна мысль, он еще одну из 10 минут говорил, где-то к 50 какой-то минуте стал читать какой-то текст. И если мы такой метод используем, мы не можем убедить ни себя, ни других, что нас вела Библия. Это мы вели Библию. То есть мы говорили какие-то смыслы, а потом мы пытались на что-то опереться, потому что в церковь надо в конце концов. Что-то прочитать, потому что это верующие люди собрались. Для них Библия – это авторитет. Друзья, лучшая проповедь – это когда мы поприветствовали людей, мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, или как вы будете уже приветствовать, Петр так поприветствовал. Дальше. Вы сказали, почему вы эту тему избрали. Они не пьяны, как вы думаете, ибо ныне третий час дня. Но это есть. Смотрите, ко второй минуте Петр уже цитирует текст. И это очень важно – сразу прочитать текст, показать, почему я буду дальше размышлять таким способом, потому что я работал с этим текстом, и этот текст мне что-то открывает. Понятно, что объем текста зависит от аудитории. Не надо слишком много текста. Мой рекорд, потому что я иногда анализирую проповеди, я одного проповедника считал 57 текстов он за проповедь сказал. 57. Даже если это самая религиозная аудитория, которая знает Писание, если вы используете такое количество текстов, люди постепенно начинают теряться. Лучше использовать 2-3, ну там 4-5 текстов и потом интерпретировать их правильно, чем использовать огромное количество текста и сказать, как вы знаете Писание, или какое у вас перед Писанием преклонение. Но мы же понимаем, что люди воспринимают информацию дозированно. Тих, кто из Украины, мы не зрозумеем краще. Знаете, когда на столе лежит шмат сала, когда на столе лежит кусок сала, и ты не можешь его одномоментно спожить. Есть секрет взять сало, нарезать на кусочки. Раз, два, три. И ты так дозированно его употребляешь, и оно здесь так пропорционально распространяется, распределяется. И вот то же самое с проповедью. Истина, она одна. Но у нас есть определенная дозировка в восприятии. Поэтому проповедники говорят, мы с первая, мы с вторая, мы с третья. И оно здесь так все пропорционально распределяется. Но мы же понимаем, что у людей, особенно завтра я об этом буду говорить, есть определенный предел восприятия. В нынешнюю эпоху этот предел, к сожалению, еще уменьшился. Потому что подростки, молодежь, которые особо используют социал-мидиа, их приучают к очень клиповому такому подходу к контенту. Соответственно, восприятие очень и очень сократилось. И для проповедника это вызов. Когда-то одного проповедника спросили, говорит, сколько тебе надо подготовить времени, чтобы час проповедовать? Он говорит, я уже сейчас готов проповедовать. Потом ему говорят, ты должен сказать свою тему за пять минут. Он говорит, мне надо подготовиться. Понимаете, как все меняется? Почему? Потому что ты должен за короткое время, есть такая платформа, кто-то слышал, TEDx. Это платформа, где сейчас выступают выдающиеся спикеры, и считается, что современник может слушать внимательно 18 минут. И за 18 минут необходимо сказать какую-то концептуальную важную вещь, и чтобы в 18 минут вложиться, быть интересным, влиятельным и трансформировать мышление людей, надо очень много подготовиться. Очень. И практика такая, чем короче, тем больше подготовки. и нынешнее поколение требует того, чтобы мы готовились. Но есть дозировка, есть предел восприятия. Понятно, что это античное время, это эпоха иудеев, они могут много текстов, для них это авторитетно, и Петр их цитирует, специфически интерпретирует, и они останавливаются над тем, что Петр очень некорректно цитирует тексты. Если вы посмотрите, например, на Иоиле и на то, как этот текст использует Петр, он минимум три отличия делает. Например, там написано «наступает день Господень великий и страшный», а он говорит «великий и славный». Или там не говорится о каких-то элементах, что будет происходить, а Петр об этом говорит. Это уже отдельная тема, почему в Новом Завете авторы, или Лука в данном случае записал, или Петр сказал не так корректно, как это было в Ветхом Завете. Если Иоиле пророчествует за восемь веков, то Петр видит воплощение этого пророчества, и он видит больше, чем Иоиле за восемь веков. Понятно, есть попытки по-другому эти вещи объяснить, но в целом это хорошая тема, как Ветхий Завет используется в Новом Завете. Иногда это может нас ввести в какой-то ступор, но всему этому есть объяснение. Использовать Писание корректно, правильно, дозированно, в зависимости от аудитории. Это учит нас проповедь Петра. Еще один момент это бескомпромиссность послания. Если Петр перед этим за два месяца не мог в темных кулуарах сказать, что он принадлежит сообществу Иисуса, то теперь, стоя перед тысячами людей, говорит в 23 стихе, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Посмотрите на бескомпромиссность его послания. В следующих главах он будет то же самое говорить. Вы святого и праведника отверглись и выбрали вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Или в 4 главе он говорит, что вы отвергли камень, который собственно должен был быть главой угла, а вы его отвергли. То есть, что характерно для проповеди Петра, это бескомпромиссность. Почему должна быть эта бескомпромиссность, друзья мои? Потому что только такое послание трансформирует людей. В послании к Тимофею Павел пишет, что будут в последние времена учителей, которые, или будут избирать учителей, которые были в стиле слуху. Слово «льстили» это греческое слово «чесали уши». Такой гарный украинский вырос. «Чесали там де свербыть». Проблема в том, что когда мы чешем там де свербыть, это не меняет человека. Это человека не преобразует, потому что проблема внутри. Обычно проповедник должен двигаться в такой полярности, от согласия к вызову. Он вначале должен сказать какой-то момент, как Павел в Ариапаге, который будет для людей понятен, а дальше он должен дать вызов. Фрэнк Кредок в своей знаменитой книге «Проповедь» говорит, что это может выглядеть, на русский язык даже сложно перевести, он говорит, что вначале, когда вы проповедуете, люди должны сказать на русском «ух». То есть вы сказали что-то такое, что им сразу понравилось, они с этим согласились, они сказали «аминь». Но вы должны, вы не можете всю проповедь говорить, чтобы люди говорили «ух». Вы должны что-то сказать дальше такое или дать вызов, чтобы они сказали «ах». Что такое «ах»? Это когда люди сожалеют о чем-то. Мы там сейчас увидим «ах» в конце, когда люди поняли, что что-то не так с ними. Это что-то похожее на Неимию восьмую главу, когда люди попросили Ездру принести книгу закона Моисеева, которую Бог заповедовал Моисеев. Написано «Читали от рассвета до полудня, и люди стали плакать». Почему люди стали плакать, потому что когда они посмотрели на свое состояние, и в книгу закона Моисея посмотрели как в зеркало, а они сказали, как кредок говорит «ах». То есть мы не соответствуем тому, что мы сейчас прочитали. Есть знаменитая история, когда в восемнадцатом веке на Папуа Новую Гвинею зеркало первый раз принесли. До этого люди видели себя только в воде, а когда ты смотришь на себя в воду, ты не видишь до конца всего. И пришла дочка вождя посмотреть на себя в зеркало. И когда она на себя посмотрела, она расстроилась, ушла и расплакалась. Она думала, что она намного красивее. И вот когда принесли зеркало, зеркало показало ее реальные состояния. И она ушла расстроена. Знаете, когда мы как проповедники только говорим людям вещи, которые ух, им нравится это, это чешет их уши, чешет амдесвербить, сделает приятное, но проблема не решается. Но когда мы ставим это зеркало, и конечно здесь мы сами все понимаем, что нам надо как проповедникам быть в кондициях, Петр проповедует бескомпромиссное послание. Кто-то говорит, а зачем ух, надо сразу с ах, но для современного поколения это может быть опасно. То есть вот то, что Павел, помните, говорит этому Елиме, о, ты исполненный всякого коварства, сын дьявола, перестанешь ли ты совращать с прямых путей господних? Сегодня иногда на таких проповедников смотрят, как на ума лишенных, если он встал за кафедру и говорит там, вы там грешники, вам надо покаяние, такое надо делать только, если вы действительно, как Павел написано, исполнился духом и сказал такое. Если проповедник не исполнился духом и сразу обвиняет аудиторию, кричит на нее, нападает на нее, понятно, что это даже Петр здесь, вы видите, он не нападал. Он дальше правда говорит, что вы своими беззаконными руками, пригвоздивши ко кресту, его убили. В целом идея в чем? В наше послание должно иметь вызов, потому что вызов трансформирует человека, преобразует его. Еще один момент, Петр начинает Святого Духа с объяснения, что происходит в Иерусалиме, что об этом говорил Ветхий Завет, но дальше акцентирует на Христе. Петр говорит о Христе, о его распятии, о его воскресении, о его вознесении, как необходимом условии для сошествия Святого Духа, как бы он от христологии снова возвращается в пневматологию в 33 стихе. Знаете, что он сформировал у слушателей? Как раз вот это состояние Ах. Как он сформировал? Перед ним евреи, которые из века в век, из поколения в поколение ждали Мессию. И Петр тут рассказывает им, что пару недель назад здесь был Мессия, и они его пропустили. Знаете, друзья, это очень сложно даже описать. С чем бы я маленьким мог это сравнить? Это как я однажды прилетел или прибежал к своему гейту, чтобы садиться на самолет. И когда я подбегаю к своему гейту и вижу, как эта штука, которой люди проходят, начинает отъезжать самолет. Вы никогда не были в такой ситуации? Ты туда прибежал, а оно начинает отходить. И тут знаете, что люди сказали? Во-первых, тут у нас, конечно, перевод не самый лучший. Слово умилились сердцем. Это, знаете, умиление, это обычно что-то такое другое. А вот если вы посмотрите в английский язык, там используется греческое слово, которое переводится как их сердца были пронзенные. Они услышали, что тут пару недель назад был Мессия. они этого Мессию ждали в поколениях. Оказывается, что мы его пропустили, их сердца были пронзенные. Это как стоять возле гейта, когда этот рукав отъезжает, и ты подбегаешь к этой стойке и говоришь, как здесь сказано, что нам делать, мужи, братья? Вообще, есть шанс куда-то улететь? И что говорит Петр? Он говорит, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. То есть его акцент на Христе естественный, и вот это состояние «ах», он не говорит «все, ребята, вы уже пропустили свой рейс, на небеса вы не попадете, шансов у вас нету», но он говорит, это маленький пример, что они почувствовали в тот момент, когда ты много-много лет ожидаешь чего-то, и потом оказалось, что это ты пропустил свежие события. Это особый уровень сожаления, но здесь есть шанс, и он дальше говорит, ибо вам принадлежит это обетование, хотя Христос вознесся, его работа продолжается, его спасительная работа только на самом деле начинается. Акцент на Христе, и вот с этим состоянием «ах», некоторые комментаторы говорят, что любая проповедь должна закончиться Христом. проповедуйте ли вы из Ветхого Завета, говорите ли вы о Моисее, Данииле, Давиде, важно закончить Христом. Это не надо делать технически неправильно, то есть, чтобы не получилось, что просто надо в конце сказать еще о Христе, и потом сказать «Аминь». Но мы понимаем, дальше я буду о Лютаре рассказывать, что вершиной проповеди, апофеозом проповеди является сам Христос. И если мы всегда о каких-то героях проповедуем библейских, о Христе не упоминаем, что-то с нашей теологией не так, что-то с нашей проповедью не так. И последнее, смотрите, Петр к чему-то людей призывает. Наличие призыва. Тут два призыва. Покайтесь, докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. А второй призыв спасайтесь от рода сего развращенного. Если у вас открыта Библия, посмотрите еще раз на 40 стих. В 40 стихе написано, что он другими многими словами свидетельствовал и увещевал. То есть эта проповедь была более длинной. Это у нас 4 минуты я прочитал. Он говорил пространнее. Лука зафиксировал только то, что надо. Второе, посмотрите на два метода, которые он использовал. Первое, он свидетельствовал. Второе, он увещевал. Так как Петр был свидетелем всех этих событий, начиная от крещения Иоаннова и заканчивая вознесением и Пятидесятницей, он выступал как свидетель. Второе, он увещевал и говорил спасайтесь от рода сего развращенного. Но мой вывод в конце какой, друзья? В любой проповеди должен прозвучать призыв. Люди не должны быть только проинформированы. Они должны понимать, что с этой информацией надо делать. Я уже говорил недавно тут в Моризвилле общался с одним специалистом по рекламе и он говорит, что в рекламе какая штука. Если людей просто проинформировали, это одно дело о каком-то товаре, а другое дело, если их к чему-то призвали. И эффективность рекламы с призывом на 75% выше, он говорит, чем просто когда есть информация. Когда вы проповедуете, даже если вы говорите короткий месседж перед молитвой, вы должны призывать к молитве. Или вы сказали в конце, подумайте об этом. Или вы сказали, давайте усилим наше молитвенное ходатайство перед Богом. То есть в конце проповеди надо к чему-то людей призвать. Люди что-то должны понять, к чему это все было, как это влияет на меня. У Петра аж два призыва. В 37 стих призыв и 40 увещевание. Но вот эти два фактора, они обычно в проповеди нашей соединяются. Свидетельство и увещание. Свидетельство, то есть я не просто говорю проповедь, а я уже ее практикую, я свидетельствую, как это работает в моей жизни. Исходя из этого, я говорю. И увещевание, то есть он людей к чему-то призывает. Это не просто синонимы, друзья, так как Павла там будет, мы вспомним, он что-то рекомендует, он о чем-то просит, а о чем-то он даже умоляет. Эти вещи тоже говорят об определенной важности тех или других моментов. Итак, подэтаживаем, друзья, проповедь Петра стала таким потрясающим примером для будущего. Даже смотря на ее с перспективы 21 века, вы смотрите, насколько она потенциальна. Я не разбирал сущностные вещи, мы посмотрели только на форму. И мы видим, что она, как экземпл, сегодня нам много может послужить, начиная от подготовки проповедника и заканчивая призывом, и 3000 людей они уверовали. Понятно, что современники отличаются от слушателей Петра, но принципы остаются. Давайте зробим перерва, зупинимося на 15 хвилин. Помолимся за дары, которые Господь нам посылает с благодарностью. Перерва мает властивость затягиваться. Проблема, что перемена затягивается. Общение, да. Да, мы на часы не смотрим. Хорошо, я в конце уже, наверное, покажу вам эту программу нашу, чтобы нам не перебиваться. Мы до перерыва говорили с вами о началах новозаветней проповеди, немножко посмотрели на проповедь Петра. Я уже не буду анализировать первую проповедь Павла. Если вам будет интересно, посмотрите 13 главу с 15 стиха, когда Павел и Варнава пришли в Антиохию Писидийскую, и Павел вошел в синагогу, и там они начали проповедовать. И, собственно, тут классическая по канонам античной античной Гомилетике речь звучит, где есть вступление, где есть нарратив, история, описание, где есть ключевое утверждение с доказательствами Писания, и где есть заключение. Этого в конспекте нету, я буквально недавно это сюда интегрировал, просто нету времени. Каким образом Павел первую свою... Проповедей Павла много было и до этого, но Лука первую записал в 13 главе, и она очень интересна с точки зрения анализа античного. В этой проповеди снова есть видение, есть предыстория, нарратив, есть ключевое утверждение, он доказывает списание, и он заключает эту проповедь в синагоге Антиохии Писидийской. В дальнейшем, друзья, в первые века христианской истории до 4 века проповедь была центральной частью христианского богослужения. Фактически христианские общины копировали богослужение и форму богослужения, какой она была в синагоге. Давайте вспомним, что такое синагога. Синагога это место религиозного и культурного общения иудеев в местах их компактного расселения в диаспоре. Дело в том, что в первом веке нашей эры 80% евреев не жило на исторической родине. Представьте, 80% евреев находилось в рассеянии и в местах, где они компактно проживали, создавались синагоги. Это места религиозного и культурного общения евреев. Они собирались на свои собрания и в этих собраниях была иная форма служения, чем в храме. В целом, если говорить более научно, синагогальный иудаизм отличался от храмового иудаизма. Хотя мы когда читали шестую главу Деяний, там есть представители так называемой Керенейской, Александрийской и Либертинской синагог, которые выступили против Стефана. Но обычно в синагоге собрание было следующим. Сначала пели, затем молились, затем читали ветхозаветный текст, и потом уже шла проповедь при условии, что было кому проповедовать, потому что иногда просто чтением все заканчивалось. Вот 13 главу, которую я вспомнил и дальше проповедь Павла, тут есть вот этот 15 стих, послушайте, после чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им, то есть Павлу и Варнаве, мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. То есть не всегда в синагоге был проповедник, но благодаря тому, что в синагоге проповедь была частью собрания, когда раннехристианская община развивалась, она сделала проповедь центром христианского собрания. То есть считалось, что если только пели, молились и читали без проповеди, этого недостаточно. При этом очень интересно, что в первые века кафедра так называемая, она уже тогда была, она стояла в центре собрания. В христианской истории это важный принцип. О роли проповеди в вашей церкви говорит местонахождение кафедры. Если кафедра находится где-то так в углу, то, согласно христианской истории, и проповедь где-то так отодвинута. На первом плане там хор, который поет, к примеру. Но если кафедра находится в центре, согласно христианской истории, значит, роль проповеди в церкви очень важная, очень значимая. И вот возвращаясь сюда, изначально проповедь играла выдающуюся роль в первые века в истории церкви. После того, как умерли апостолы, мученические погибли. Последний факт, я вижу, вызвал у вас определенные оживления. Я не буду спрашивать, почему. после того, как апостолы, апостолы, они отошли на небеса, большинство из них мученически погибли, на церковь влияли апостольские ученики. Кто такие апостольские ученики? Несколько имен, некоторые из них есть в Новом Завете. Например, Климент Римский, он упоминается в Филиппийцам 4 главе 3 стихом. Игнатий Антиохийский, его уже нету в Новом Завете, Поликарп Смирнский, Папий и Иерапольский, это все люди, которые соприкасались с учениками Иисуса Христа, их в истории называют апостольские ученики. Они продолжали проповедь, в это время их проповедь была вариативной, то есть нету какой-то четкой формы проповеди. Они обычно читали Ветхий Завет или послание апостола, выдавали им комментарии. И это эпоха гонений, а в гонениях всегда акцент на том, кто проповедует, а не как проповедует. В советское время вот эта ситуация повторится. Если человек остался верный Богу, если он сидел в тюрьме и не сломался, неважно, о чем он проповедует, уже сам его статус свидетельствует о том, что он достоин проповеди. Всегда так было в гонениях. В 2-3 веке это эпоха гонений, причем гонений очень жестоких в Римской империи. И в эту эпоху личность проповедника важнее послания. Почему? Потому что сама жизнь этого человека уже проповедь. Этот человек не сломался. Вот эта идея, что можно убить проповедника, но нельзя убить проповедь. Можно арестовать проповедника, но нельзя арестовать проповедь. А Павел пишет Тимофею, для слова Божьего нет уз. Его нельзя закрыть где-то. И, например, даже вот потрясающе в деяниях мы видим, Павел находится в темнице, но Божье слово в темнице не находится. Божье слово распространяется. Если вспомнить, последнее слово в деяниях апостолов очень хорошее слово. Деяние апостолов это единственная книга в Новом Завете, в конце которой не написано «Аминь». Последнее слово в синодальном переводе это слово на украинский мове «бесперешкодно», а на русском языке «бесперешкодно». Ну, не «бесперешкодно», а там и другое старое слово используется. Забыл, я уже сейчас выпало. «Невозбранно». Да, последнее слово в синодальном переводе это слово «невозбранно». То есть, что это за слово? Это слово, которое показывает, что несмотря на то, что Павел находится в ограничениях, Божье слово не имеет никаких ограничений. И то, что там нету слова «Аминь», о чем это говорит? Деяния апостолов завершились, а деяния святых последователей Иисуса Христа продолжаются. То есть, это книга, которая имеет свое продолжение. И вот апостольские ученики, они продолжают. Дальше, друзья мои, картинка усложняется. И вот здесь я хотел бы предложить вам два немножко более сложных слова, которые аккумулировали в себе богословские тенденции, повлияющие на проповедь. И первым таким словом является слово «катафатизм». Это греческое слово, которое в переводе буквально означает «утверждение». Катафатизм. То есть, когда росло самосознание церкви, в церкви росло знание, в церковь пришли немало достаточно умных людей с точки зрения человеческой мудрости. И появляются первые по-нашему богословы. Их называли отцам и церкви, апологетами и полемистами. И первая школа, первое направление богословия называлось «катафатизм». Что такое «катафатизм»? Очень просто я постаралась объяснить. Это слово происходит от понятия утверждения. То есть, катафатисты говорили, что о Боге мы можем говорить утвердительно с помощью нашего разума, но наш разум недостаточен, чтобы его постигнуть, поэтому есть место для разума в богословии и есть место для веры, там, где наш разум не способен понять. Вот примером катафатизма станет так называемая антиохийская богословская школа и такой очень известный человек, особенно в православии популярный Йоанн Златоуст, кто-то слышал такое имя. И другая школа, которая была в Северной Африке и называлась Карфагенская, вершиной которой станет Августин. Это знаменитая история об Августине. Он написал 500 где-то всяких трудов, гениальный на самом деле человек, но однажды он сел написать краткую заметку о Боге, и он три дня не мог начать эту заметку. Он и с той стороны думает, и с той стороны. И решил выйти на улицу, подышать на берег Средиземного моря, думает, что свежий воздух даст ему какие-то мысли. Он выходит и видит маленького мальчика, который выкопал в песочке ямку и переливает водичку. И он говорит, что ты делаешь? Он говорит, я хочу это море перелить в эту ямку. И тут Августину доходит, почему он три дня, имея такой выдающийся ум, не может начать писать заметку о Боге. Он пытается первое Бога поместить в пределы языка, что уже само собой проблематично, потому что Бог выходит за пределы языка. А второе, он хочет в краткую заметку поместить бесконечного, безначального великого Бога. В конце концов, Августин дал позитивное определение Бога, или, как говорят, утвердительное, катафатическое определение Бога. Немножко сложное определение, но послушайте, он говорит, что Бог это полнота всех возможных совершенств. Все четыре слова, все четыре категории находятся на грани, сказали бы философы. Бог это полнота всех возможных совершенств. Понятно, что это аллюзия на апостола Павла, который говорит о том, что любовь это совокупность совершенства. Августин, правда, говорит, что Бог есть любовь, но любовь не есть Бог. То есть, в чем идея Августина? Бог дал нам разум, мы можем использовать разум для богословствования и проповедования, но мы должны понимать, что он ограничен. Разум это хорошее средство для богословствования, если этот разум обновлен, возрожден, но недостаточен. Мы не можем поместить Бога в пределы нашего разума. Вторая группа богословов будет называться апофатисты, которые создали так называемый литургический, аллегорический подход к проповеди. Что такое апофатизм? Если катафатизм это утверждение, то апофатизм это отрицание. Апофатизм. На Востоке утвердилась мысль, что Бога постичь разумом ни в коем случае нельзя никак. Разум это нехорошее средство для богопознания апофатизм. Все, что мы можем говорить о Боге, использовать только категории отрицания. То есть мы можем говорить, кто Бог не есть, но мы не можем сказать, кто Он есть. Мы можем сказать, что Бог это не человек. И апофатисты особенно фокусируются на таких текстах Писания, как не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, но все это открыто кем? Духом Святым. То есть апофатика делает акцент на том, что разум не годится для богопознания и нам надо довериться Духу и с помощью мистического познания собственно приходить к выводам. И вот это открыло путь к аллегорическому подходу. Ориген говорил, что мы должны отдать должное Писание. Что значит отдать должное Писание? То есть если вот эти антиохийцы и даже Августин они больше Писания прочитывали через призму историко-филологического метода, то есть они вчитывали смыслы, которые здесь есть, то Ориген начал говорить что в Писании есть четыре слоя. Первый слой буквальный, второй слой там он говорит духовный, третий слой символический и четвертый слой сакральный. То есть он говорит что мы не можем эту книгу читать просто как историко-филологический текст. Он имеет очень глубокие смыслы. Это все было правильно, но когда дальше Ориген стал интерпретировать Писание, возникли некоторые проблемы. Какая первая проблема? Он начал прочитывать Ветхий Завет только через призму Нового Завета, то есть он стал лишать Ветхий Завет первоначального смысла. С помощью аллегории он приходил к тому, что в Ветхом Завете любой элемент имеет какое-то новозаветнее значение. И таким образом Ветхий Завет стал лишаться первоначального своего значения. И это было достаточно опасно, потому что вроде оно все начиналось неплохо, позже Августин выровнял эту ситуацию и сказал одну фразу, которую перевели на русский и очень интересно. Он сказал так, Новый Ветхом был сокрыт, Ветхий в Новом был раскрыт. Я бы записал бы даже эту фразу, очень так она поэтически звучит. Новый Ветхом был сокрыт, Ветхий в Новом был раскрыт. То есть Ветхий Завет говорил о Мессии, о Христе, Новый Ветхом был сокрыт, а Ветхий в Новом был раскрыт. То есть истинное значение Ветхого Завета уже было раскрыто в Новом Завете. Однако, видите, Ориген, он хотел отдать должное прежде всего Новому Завету, но зашел слишком далеко. Да, Августин. Это его подход, который мы в герменевтике используем сегодня. Новый Ветхом был сокрыт, Ветхий в Новом был раскрыт. Аллегорический метод стал говорить о том, что в каждом каком-то смысле, термине и даже цифре есть определенное значение. И вот эти идеи, например, которые сказал тот же самый Ориген, что берется какой-то термин и этот термин проводится через все Писание. И он соединяется. Например, такая тема у Оригена уже есть. Там окно в Ноевом ковчеге, окно Милхоллы, которое посмотрело на Давида, который там заходил, окно Язавели. И эти все три окна, окно служит фактором аллегории, с помощью которой эти все три истории соединяются. То есть, если читать буквально историко-филологический текст, мы к таким выводам не придем. А аллегория вот эти вещи делает. Или вот еще одна аллегория с помощью цифр. Пять камней в сумке Давида, пять крытых ходов в купальне Вефезда и пять ран Христа. Вот если бы я вас в 21 веке спросил, какая связь между этими тремя историями? Цифра пять только. Но с помощью аллегорического подхода между этими тремя историями находили какую-то особую духовную связь. Поэтому в аллегорическом подходе есть плюс. Почему? Потому что он предлагает читать Писание не просто как очередную книжку, не только историко-филологически, но очень легко в этом подходе зайти в крайности. И обычно в писядничестве часто аллегорический метод доминирует. То есть люди пытаются текст забрать с контекста и тут надо прислушиваться к катафатистам. Например, простой пример. Я читаю текст Иисуса Новина первую главу. Да не отходит сия книга от уст твоих, но заучайся в ней день и ночь. И я согласно первого подхода я должен задать вопрос, о какой книге идет речь на тот момент, когда это слово звучит? Когда Иисусу на вину звучит слово, да не отходит сия книга от уст твоих, о какой книге идет речь, если бы и вас спросил сейчас? А о пяти книжке на тот момент нету еще текста Ветхого Завета, Нового Завета тем более. Поэтому я не имею права с точки зрения катафатизма сразу все писание богодухновенно и полезно. Павел пишет Тимофею, о каком писании в данном случае идет речь? О Ветхом Завете. То есть вначале чтобы корректным быть, я должен поставить текст в контекст, а потом я должен уже дать какие-то рельсы богословские, которые позволят мне прийти к выводу, что да не отходит эта книга вся, но чтобы быть корректным я должен это делать постепенно. аллегорический метод он все начинает осовременивать в писании и это опасно. Пример такой расскажу, один из самых ярких случаев. Одна церковь во Львове праздновала 70-летие, я был тоже на этом юбилее, и один брат встал поздравить церковь 70-летиями и говорит, вы знаете, число 70 у меня вызывает в писании неоднозначные смыслы. Моисей написал, дни лет наших 70, при большей крепости 80. церковь празднует 70-летие, и он так поздравил. Потом говорит, сколько лет продолжался плен вавилонский? 70 лет. Потом говорит, у Иисуса было 12 учеников, потом он избрал других 70 учеников, и написано, что с того времени некоторые из учеников его отошли от него и больше не ходили с ним. Потом Петр спросил, до 7 ли раз прощать брату моему? А Иисус говорит, до 7 до 70 раз. И вот он говорит на юбилее, посвященное 70-летию церкви, вот эти четыре смысла, и какой вывод может сделать человек, который слушает вот такое послание. Вывод, итог какой, нам недолго осталось. Вот если собрать вот эти все истории, они даются с помощью аллегорий. Но я снова повозвращаюсь сюда, что с одной стороны аллегорическая школа отдавала должное писание, с другой стороны неправильный метод использования вел к проблемам. О них выступали против буквального прочтения, потому что буквальное прочтение тоже уже в то время стало вредить. Мы знаем, что такое буквальное прочтение. Я недавно был в Калифорнии, там один проповедник встал и читает «Кто голоден, пусть есть дома». И он говорит, Павел не советует ходить в ресторан. То есть это есть буквальное прочтение, не аллегорическое, буквальное, когда берется фрагмент и сразу же осовременивается и значит все, лучше всего кушать дома, в ресторан лучше не ходить. Понятно, что там не о ресторанах речь идет и все остальное, но это буквальное прочтение. Здесь мы имеем дело с аллегорической, проповедью. Друзья, я немножко буду спешить. Что происходит в IV веке? В силу целого ряда факторов постепенно проповедь вытесняется из церкви. почему это происходит? Потому что происходит смещение от проповеди к таинству. Уже во II-III веке возникает богословская категория таинства. Эта категория аккумулирует в себе определенные духовные действия или духовный закон, постичь который можно только с помощью веры. Этот фактор ведет к тому, что количество таинств увеличивается. Если вначале эти таинства в принципе и таинствами не называли, это было водное крещение и причастие, дальше это таинство на западе добавят еще пять таинств и на востоке пять таинств, хотя они между собой отличаются. Например, в западной церкви момент схождения святого духа, считают католики, происходит в момент конфирмации, то есть первого причастия человека или подростков, как они считают, что в этот момент сходит дух святой. То есть что такое таинство? Это определенное действие, которое аккумулировало в себе духовный смысл и его надо верой принять. На востоке с подачи Кирилла Иерусалимского миропомазание перед крещением стало символизировать схождение духом святым. И Кирилл Иерусалимский пишет дивные слова, пишет «Всякий помазанный миром на ноздрях будет вдыхать запах вечности, всякий помазанный миром на ушах будет слышать тайны царства, всякий помазанный миром на груди получит броню праведности, а кого помазали миром на челе получит запечатание святым духом и шлем спасения. Как это будет? Это таинство. А если креститься в армии с ним? Нет разницы. Они уже в то время применяли окропления. Это длинная история. В Дедахе уже идет описание, как надо крестить, что если нет возможности полностью погрузить, можно облить. Если нет возможности облить, надо обрызгать. А если нет воды, то можно крестить в песке. Даже такое этот... Плюс когда говорится о погружении, написано, что лучше погружать в проточной воде, но если нету проточной воды, тогда уже можно погрузить в закрытом бассейне или чем-то еще. Сложно датировать этот текст, но эти смыслы еще в самом раннем этапе формировались в разных церквях. И хотя Дедахе называют учением двенадцати апостолов, но много вопросов возникает. Но я к чему? Постепенно проповедь вытесняется. На первый план выходит не то, что человек слышит, а то, что он видит. К этому добавлялся еще один момент, что значительная часть людей в это время не была грамотной. И фактор почитания, например, скульптуры или позже икон, все это было связано с тем, чтобы использовать глаза в процессе богопознания. Дальше начинает усложняться богослужение. Оно приобретает литургические формы, а на западе формы мессы, то есть четко определенного хода духовных фаз на протяжении богослужения, которые аккумулируют в себе и таинства, и определенные события в жизни Христа. Кроме этого, богослужение проходит процесс драматизации. То есть тут надо что понимать, что все сильно поменялось, начиная с того, что возникает понятие сидящих перед алтарем, то есть священства, духовенства, и сидящих за алтарем. В четвертом веке те, которые сидят перед алтарем, они одеваются в специальные одежды, которые их отличают от сидящих за алтарем. Дальше они начинают священодействовать, и это священодействие все меньше и меньше связано с вербальными вещами, то есть с провозглашением. Происходит такой набор ритуальных действий, которые должны высвободить силу таинства. Это достаточно сложный материал, я просто такой пример приведу, чтобы нам было понятнее. Не критикую православие. В православии, если вы ничего не поняли на литургии, проблем нет. Но если вы свечку не туда поставили, вам обязательно об этом скажут. Почему? Потому что вы нарушили набор ритуальных действий, которые высвобождают силу таинства. Таким образом, христианская церковь от слышаемого переходит к видимому. И с каждым десятилетием роль проповеди начинает уменьшаться. считается, что ушами человек слышит все меньше и меньше, он больше видит глазами. Еще один понятный для нас пример. Уже 400 лет славяне используют фразу «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И эта фраза очень антиевангельская. Почему? Потому что она показывает способ славянского менталитета и восприятия. Она ведет сразу к конопочитанию. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А мы в наших церквях говорим «вера от слышания». Мы говорим «блаженные невидевшие, но уверовавшие». И вот здесь есть внутреннее напряжение и внутренний конфликт. И фактор иконопочитания, фактор нивелирования спонтанности, подчинения слова литургии, все это насколько магистрально наметилось, что даже Августин в своем первом учебнике гамилетики, который назывался «Дедоктрина христиана» в начале пятого века, пытался остановить крайности такого подхода и все-таки сохранить проповедь, он же ритор и проповедник, но в средние века церковь входит в очень таком больше визуальном, чем вербальном подходе к богопознанию. Это огромный длинный период, больше тысячи лет. Что мы можем об этом переде сказать средневековье? Проповедь перестает быть центром служения, она звучит фрагментами, она уступает место литургии, мессе, и видимым вещам кафедру забирают, спереди появляется стол, который называется алтарь. На алтаре начинают священодействовать, совершать определенные видимые действия, видимые знаки, видя которые, человек должен проникнуться сакральным воздействием видимого, для того, чтобы духовные законы, которые вложены в это таинство, они высвободились для его жизни. То есть христианство из сферы понятных категорий переходит в сферу таинств, вещей, которым надо подходить с верой и которые надо безапелляционно принимать. Проблема средних веков была в чем? Увеличивая количество таинств, церковь, во-первых, вертикализировала управление в церкви, то есть управление становилось централизованным, а во-вторых, она могла, извините, манипулировать сознанием людей и под видом таинства продвигать те вещи, которые были неадекватны с точки зрения евангельского познания. Вот вершиной такого безумства, извините, что я использовал такое резкое слово, стала индульгенция. Наверное, вы слышали, что такое средневековая индульгенция, понятие, возникшее в XII веке, как отпустительная грамота, что с помощью церковной отпустительной грамоты можно сократить время перебывания человека в чистилище и даже можно отпустить грехи. начиналась эта безобидная идея со следующего, что у Христа апостолов Марии и святых было так много достоинств, что эти достоинства можно перенести на недостатки других. Но никто же будет спорить с тем, что у Христа много совершенств, что у Марии много достоинств. И вот церковь теперь переносит преимущество достоинства чесноты одних на недостатки других. А фактически это привело к тому, что церковь уже хочет заработать не только на живых, она хочет заработать уже и на мертвых. И концепт чистилища очень подходит под это все. И что еще происходит, друзья? В средние века универсализируется латынь. Если вначале это не было критично, потому что все Средиземноморье говорило на латыни, то дальше, когда в развитые Средневековья идет формирование государств национальных и формируется английский язык, формируется французский язык, немецкий язык, итальянский язык, латынь перестают люди понимать. А церковь в этом только заинтересована. То есть люди приходят на богослужение, они вообще не понимают, о чем там говорят, потому что язык, который там использовался, устарел. В результате еще одно было решение такое, очень позорное решение в церкви 1299 года запретить прихожанину самостоятельно читать Писание без священника. Таким образом, церковь что делает? Она фактически не только проповедь нивелирует, она нивелирует Библию в глазах людей. И через такие подходы она позволяет священству делать то, что оно хочет. Это одна сторона. Была так называемая неофициальная сторона. Вот Франциск Осийский, сегодня очень популярный персонаж, потому что нынешний Папа Римский первым в истории взял имя Франциска I. Франциск это мистическая фигура средних веков, который прославился тем, что пережил драматическое обращение к Богу и известен тем, что на севере Италии чуть-чуть Франции ходил с учениками, делал добрые дела и демонов изгонял. И вот у него два интересных подхода к проповеди. Первое проповедовать всегда, иногда используя слова. То есть его подход в том, что проповедь это не только вербальное словесное действие. Слова только в определенные моменты надо использовать, а у него был фактор добрых дел и фактор изгнания демонов. Это то, что тоже считалось проповедью. Второй момент, очень дивный даже до сегодняшнего дня, Франциск задумался над вопросом, кто искуплен на кресте. И пришел к выводу, что если в Адаме было проклято все творение, значит на кресте искупляется все творение. И на основании римлянам восьмой главе, где написано, что вся тварь стинает и мучается и ожидает откровения сынов человеческих, Франциск говорит о том, что животный мир, он тоже должен слышать проповедь. Есть знаменитая картина Джотта, которая называется «Франциск проповедует птицам». Или однажды, когда они в Исле Асизи этого известного города проводили свое собрание, на собрание с леса вышел волк. И когда волк вышел, все эти ученики убоялись, но Франциск к нему подошел и говорит «Садись, слушай Слово Божье». И волк сел и слушал Слово Божье, согласно средневековой летописи, еще два года выходил к ним на собрание. Ничего, правда, не написано, покаялся, он уверовал или не уверовал, но идея в чем была, что проповедь распространяется и на животный мир, и поэтому не надо бояться проповедовать животным, потому что у них есть определенный «сенсити», вот эта чувствительность к Богу, к Его Слову, и Он покоряется. Это, друзья, такие средневековые параметры, очень своеобразные, когда Писание становится недоступным, и Церковь начинает заниматься некоторыми процессами не совсем корректными, и все это ведет к проблемам. Понятно, что если вы сегодня видите, как люди любят собак вокруг вас, вы должны четко понимать, что нынешняя любовь к собакам, все это началось в богословии. То есть вот эти все идеи, почему люди так относятся к животным сегодня, эти процессы, корень их лежит там, что это не славянский подход там, чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. Это философско-богословские парадигмы, которые привели к тому состоянию, которое есть. И дальше пришла реформация, это огромная тема, друзья. Я только в контексте нескольких таких замалевок, грубых мазков, касательно проповеди. Мартин Лютер это личность, которая реформацию в принципе высвободила, если можно так сказать, потому что еще до Мартина Лютера были реформаторы дореформации. Что они делают? Они пытаются воссоздать проповедь на родном языке, понятном языке, для этого они переводят писание на национальные языки. Джон Виклиф в 14 веке переводит Новый Завет и фрагменты Ветхого на английский язык в Оксфорд, где он был профессор. Ян Гус в Чехии усовершенствовал народный чешский перевод писания на чешский язык и даже алфавит чешский усовершенствовал. Жан Жерсон во Франции переводит Новый Завет на французский язык. И, наконец, Мартин Лютер, когда в Ормский Рейстах пытается его предать Инквизиции, его друзья его украли фактически, привезли в Вартбург и в 1521-1522 году, 10 месяцев, 10,5 месяцев, Лютер переводит Новый Завет на немецкий язык. Он это назовет следующим образом, что я воевал с дьяволом чернилами в Вартбурге. Лютер не имел всех ресурсов для этого. Он говорит, что моя задача была вырубывать насаждение, которое не Отец Небесный насадил. Я не знал там много языков. Это Филипп Меланхтон, профессор древнееврейского языка, должен был этим заниматься. Но волей судьбы мне пришлось это делать. Ему не хватило риторики, лексики. В один момент, когда он переводил послание к римлянам, он не мог найти немецкого аналога одному слову, он схватил чернильницу и бросил ее на стену. И там такое пятно возникло. И он это заглавил. Я воевал с дьяволом чернилами в Вартбурге. Это пятно 300 лет существовало, пока в этот замок не пустили первых туристов. И когда туристам рассказывали, как он воевал с дьяволом чернилами, они стали брать кусочки штукатурки и забирать с собой, чтобы память себе взять. И сегодня в Вартбурге я вот четыре раза туда возил группы, и мы там эти вещи смотрели. Там уже такая облупченная стена, поставили проектор, и проектор метает пятно, но вы уже не можете с собой ничего, конечно, взять. Но прошло 10 лет, и Лютер завершил перевод Библии на немецкий язык полностью. И что произошло? Германия не была единым государством, там было 200 княжеств и было 16 диалектов немецкого языка. За 100 лет Библия Лютера 21 раз переиздавалась. Люди читали эту Библию и через 100 лет язык немецкий унифицировался к языку Лютера, библейскому языку Лютера. То есть Библия не только влияла на сознание людей, но на характер их языка. Поэтому Лютер это еще творец нормы немецкого языка. Понятно, вы можете перевести Библию, но если люди неграмотные. Лютер, когда начинал реформацию, в Германии могло читать 15% мужчин и 2% женщин. Что делает Лютер? Он обращается к немецким князям и дворянству с предложением открыть сеть школ. И в этих школах люди начинают обучаться и через 100 лет 70% немцев уже читали. Почему? Потому что Лютер говорит об индивидуальной вере, что праведник, верующий человек, он должен не только в воскресенье слышать проповедь, он должен еще читать. А как же он будет читать? Мы перевели, но он читать не может. Для этого общество должно позаботиться, чтобы повысить грамотность населения. Поэтому реформация утверждает проповедь на родном языке, утверждает, что кафедра выше алтаря. В городе Цюрих, в немецкоязычной части Швейцарии, Ульрих Цвингли сам был столяром и был священником в Гроссмюнстере. И он взял алтарь, разрезал его и с этих же материалов сделал кафедру. И как бы это такая трансформация происходит от видимого к слышимому, к тому, что там совершали к таинству, к проповеди Евангелия. То есть слушание для реформаторов важнее видимого, спасение совершается через слово, а благовестие самая важная часть служения. К 1535 году Виттенберген стали набирать первых проповедников в лютеранской церкви. Лютер определил критерии хорошего проповедника согласно его взгляда. Посмотрите, какой должен быть хороший проповедник согласно Лютера. Первое, он постоянно учится. Если проповедник перестает учиться, говорит Лютер, он сам не имеет никакого права учить. Второе, прежде чем Виттенбергский университет на проповеднический факультет брали людей, их проверяли их голос, потому что Лютер сказал, что проповедник должен быть красноречив, с приятным, хорошим голосом. Лютер пишет, иногда проповедник еще не стал ничего говорить, но уже его голос противен для людей. Если у тебя голос противный, пишет Лютер, Господь не хочет, чтобы ты был проповедником. У тебя другое служение. Поэтому изначально людей проверяли тембр голоса. Здесь Лютер, конечно, переносил себя. У него был прекрасный тенор, он хорошо пел, играл на лютне, на специальном саксонском инструменте. И когда он женился в 42 года, и жена его пела хорошо, и они решили, что пение это даже средство решения домашних конфликтов. с женой они решили, что если начинается семейное напряжение, кто-то для того, чтобы ослабить ситуацию, начинает петь, и приходит мир. Но для этого надо иметь хороший голос, потому что если я начну петь в моменты семейного напряжения, женка подумает, что ты ляпит парконом, душится, и у нас там только усугубится конфликт. И вот Лютер свои природные характеристики и возможности переносил на ситуацию. Или он пишет, если пастор или учитель в школе не может петь, я о таком пасторе и учителя вообще слышать не хочу. Почему? Потому что для него пение это средство передачи педагогической информации. Это не просто там момент развеселиться, а через пение передается информация. Поэтому который поет, у него дополнительный options передать информацию. Пастор, который поет, это человек, который передает духовные истины не только через проповедь, но и через пение. Проповедник с плохим голосом это не проповедник. Еще один момент, имеет хорошую память. Снова, Лютер не был обделен хорошей памяти. Есть знаменитая история, когда он с архиепископом Каэтаном там имел католикам такое противостояние, и он этому архиепископу говорит, что ваш отец церкви, Климент Карфагенский, в своем труде о церкви на 246-й странице написал, что спасение возможно вне католической церкви, но не вне Христа. Этот архиепископ слышит это, бежит в свою библиотеку, находит там один из томов Киприана на латыни, открывает 246-ю страницу и смотрит, что этот на латыни процитировал все насколько точно, даже номер страницы указал. И вот что делает Лютер? Он говорит, что проповедник должен иметь хорошую память. Если он читает с листа, это неубедительный человек. Дальше. Уверен в учении, знает, когда начать и когда окончить. Для Лютера это очень важный момент. Надо дозированно говорить, это Лютер понимает. и если человек слишком долго говорит, говорит Лютер за кафедрой, он пытается компенсировать недостаток смыслов длиной проповеди. Поэтому для него проповедник уверен, то есть он знает, когда начать и когда окончить. И еще важно, он рискует во имя слова и способен нести нашмешки. То есть он платит цену за свою проповедь. Он говорит не то, что приятно людям, а то, что Бог хочет. В этом смысле Лютер, конечно, был очень серьезным бойцом, как известно. Если другие начинали послание к Папе Римскому словами «Ваше высокосвятейшество», то Лютер свое письмо Папе начал словами «Ваше высокосатанийшество». И это уже говорит о его такой сущности борца, который борется. Или он мог там использовать такие вещи в проповеди. Говорит, только в Германии я насчитал 18 гробниц апостольских. То есть в этих выражениях уже была определенная провокация для господствующего католического мировоззрения. Но вот эта идея рискует во имя слова. Это еще идея его теологии креста. Он говорит, что многие проповедники проповедуют теологию славы. И они неправы, потому что прежде чем Христос вошел в свою славу, он прошел через смирение и крест. мы завтра на это обратим внимание, потому что современник не хочет слышать проповедей, которые призывают его к какой-то жертве, страданию, какому-то смирению. Они говорят, а нету какого-то другого проповедника, который скажет нам более простой путь к тому, чтобы что-то получить. Лютер здесь очень категоричен. Знаете, как он определил веру? Лютер говорит, что вера это мое да, Божьему нет. Вот даже без апологетики и без аргументов вдумайтесь в это выражение. Вера это мое да, Божьему нет. Если христианин говорит да, Божьему нет, это уже настоящий верующий человек. А если он говорит нет, Божьему да, или говорит нет, Божьему нет, он еще близко к Богу не подошел. Но что происходит дальше, друзья? Буквально в двух словах. Через полтора века из-за того, что Лютер сильный акцент сделал на то, что сделал Господь, а не то, что должен сделать человек, возникнет эпоха в проповеди, которую называют холодной ортодоксией. То есть акцент делается не на то, что должен сделать человек, а на объективную сторону сатириологии. То есть для Лютера сохранить учение в чистоте было важнее, точнее, не для Лютера, а для его преемников, чем трансформировать или спасти человека. То есть сохранность учения была важнее усвоенности учения людьми. И это привело к проблеме, когда лютеранские проповедники будут очень академически подкованы, профессора с потрясающими образованиями, но люди их перестанут понимать, и вещи, которые они будут говорить, они будут без свидетельства, они будут безжизненными. И в конце концов это породит такое явление, вот у нас есть катафотизм, есть апофотизм, а в 18 веке в контексте холодной ортодоксии возникает понятие либеральной теологии. Друзья, что такое либеральная теология и в изначальном ее смысле. Мы знаем к упущу всяких интерпретаций, но либерализм рождается как идея о всемогуществе разума. Толланд, один из лютеранских теологов начала 18 века, выдвинул концепцию, если ее просто объяснить, она выглядит так. Разум это Божий инструмент, а Божье откровение не больше способностей разума его раскрыть. То есть Божье откровение не будет больше вашего разума. И вы своим разумом сможете распознать Божье откровение. А все, что выходит за рамки человеческого разума, стали говорить лютеране 18 века, это уже не Божье откровение, это уже бабьи басни, это уже махинации духовенства, это уже какие-то предания, никакое это не откровение. Откровение вмещается в разум. И вот с этой интенции, с этого подхода начинает набирать обороты либеральная теология, эпоха просвещения. В этом были определенные позитивы, то есть идея была какая, что человек должен высвободить всю полноту рациональных способностей, которые вложил в него Бог. Например, Америка во многом построена именно такими идеологами. Томас Джефферсон, творец американской конституции конца 18 века, это человек, яркий либерал того времени, которого философски называли деистом. Кто такие деисты? Деисты — это идеология, которая говорила, что Бог есть, но он как часовой мастер. Часовой мастер создал механизм, но он в жизни механизма участия не принимает. И вот таким образом они мыслили о Боге. Бог — это часовой мастер, который создал человека, дал ему разум. Разум имеет очень мощный потенциал, и если его высвободить, Бог где-то как трансцендентный там есть, а нам он дал все ресурсы для того, чтобы мы могли полноценно жить без прямого соприкосновения с ним. Вот эта идея деизма, она откроет путь к так называемой либеральной проповеди 18-19-20 века. Это большая тема, она нам сейчас меньше интересна. В конце концов, она придет к толерантности, к научности, возникнет понимание библейского критицизма и скептицизма, богодухновенность Писания начнет отрицать либеральной теологии. Главное в либеральной проповеди найти этический пример, на который ориентироваться. Миссия станет мыслиться как диалог, а не убеждение. Ну и это откроет путь к экуминизму, к социальному служению. Я не случайно поставил фотографию Льва Николаевича Толстого, потому что Толстой в конце 19-го, начале 20-го века это самый яркий либерал, наверное, которого православная церковь отлучает в 1901 году. Мы его знаем как симпатика евангельских течений, но мы должны помнить, что Толстой это яркий либерал. В одном из книг он пишет, что воскресение Христа это просто хорошая сказка для бабушек. Никакого воскресения Христа не было. Это просто хороший этический пример, как жизнь победила смерть и как добро побеждает зло. Это уже мышление конца 19-го, начала 20-го века. Все, что не входит в твой разум, это уже не Божье откровение. Это уже какие-то предания, это какие-то аналогии, какие-то иллюстрации, но в сути их не надо буквально понимать. То есть фактически либеральная проповедь пошла своим путем, в ее основе был поиск этического примера, она начинает сомневаться в чудесах, и по сегодняшний день в континентальной Европе очень часто это пропагандируется и в университетах и так дальше. Есть потрясающая фраза такая, что если ты веришь первому стиху в Библии, у тебя не возникает проблем с восприятием других чудес в Писании. Если ты поверил первому стиху в Библии, у тебя не возникает проблем с принятием других чудес в Писании. Ну и это породит целый ряд подходов, даже вот к бытию какое отношение, но это не моя цель, просто это как ветка, куда оно все пошло. Но, слава Богу, было и другое направление проповедования 18-19 века, которое называется ревайвализм или проповедь эпохи пробуждения. Как известно, в Америке в 18-19 веке произошли два очень мощных пробуждения, которые так и называются. Первое Великое Американское пробуждение и Второе Великое Американское пробуждение. Эти пробуждения были связаны с проповедью нового типа, основанной на ощущениях и призывающей к трансформации человека. Несколько слов контекста. Как известно, Америка в начале 17-го века стала заселяться пуританами, пилигримами, которые бежали от религиозного преследования в континентальной Европе и в Англии. Но прошло 4-5 поколений и эти пуритане постепенно пошли вниз в духовном плане, они занимались латифундизмом, они вывезли с Африки 12 миллионов рабов, которых только 9 доплыло до берегов Америки. И уже 4-е и 5-е поколения пуританы не отличались высокой духовностью. Бытовало пьянство, распространились конфликты, была масса других моментов, которые свидетельствовали о духовном кризисе. В 1730-х годах в колонии Новая Англия в городе Нордхэмптон находился конгрегационалистский проповедник по имени Джонатан Эдвардс. Этот Джонатан Эдвардс одним из первых пережил драматическое обращение и пришел к выводу, что переселенцы из Европы, некогда очень духовные и правильные люди находятся не в должном состоянии. И в прямом смысле слова он получил от Бога послание, известное как грешники в руках разневанного Бога, которые он в течение нескольких лет обращал к отступникам. Если вы слышали эту проповедь, эта проповедь ничего не говорит о Божьей любви. Она обращена к людям, которые слышали о Боге, деды которых близко знали Бога, и усеяна такими очень категорическими фразами. Например, он говорит, его рука держит тебя над костром, и его пальцы уже готовы разомкнуться, но он все еще держит тебя. И масса всяких таких вещей происходило, когда в людях люди переживали на эмоциональном уровне очень серьезные драматические обращения. Были вещи, которых больше никогда не было в истории. Во время проповеди Эдвардса некоторым органами слуха слышался плач и скрежет зубов из ада. Люди слышали физически, как будто люди прямо с зубами скрегочут. Я вспомнил одного дедушку такого чудного на западной Украине, он там свидетельствовал одному пьяницу о Христе и говорит, покайся, то ты попадешь в место, где будет плач и скрежет зубов. А этот пьяница показывает ему роду, говорит, у меня нету зубов, я не смогу скриготать. А дедушка говорит, то битом их вставить. То есть писание должно исполниться. Но если отвернуться к этому, люди физическими органами обоняния вдыхали смрад из ада. И третье, некоторым казалось, что во время проповеди этого Эдвардса, что земля под ними разверзается, как под Кореем, Дафаном и Авероном из книги чисел. Поэтому во время проповеди они бежали, схватались за деревья, чтобы им не провалиться в бездну. То есть какие-то были уникальные вещи. В истории Америки это пробуждение называется мужское пробуждение. Больше ста тысяч мужчин обратились через проповедь Джонатана Эдвардса и Джорджа Уайтфилда. В Украине говорят или в Славяне говорят пока грим не гряне мужик не перехрестится. А тут такие были вещи, что они побуждали людей к покаянию. Джордж Уайтфилд это тоже очень мощный проповедник, очень мощный. Когда он умер и на похоронах здесь был Джон Весли, во время похорон он сказал знаменитую фразу. Он говорит Джордж Уайтфилд насколько был помазан, что когда во время проповеди он говорил слово Месопотамия люди уже начинали плакать. То есть о чем идет речь? Что не так важно было само послание, а что такое помазание, что он говорил о Аврааме, который выходит из Месопотамии и уже сам факт, что это слово произносится таким помазанным проповедникам уже приводит в такое особое состояние. Еще могущественным и более влияющим на проповедь стало второе великое пробуждение американское связанное с Чарльзом Финни или Чарльз Финнея. Как известно, Чарльз Финнея очень успешный адвокат, универсалист в своих богословских взглядах. Он пережил очень драматическое обращение в 1821 году и позже он станет проповедником Евангелия прежде всего в штате Нью-Йорк и впервые в истории он употребил проповеди вещей, которые никогда никто не употреблял. Во-первых, его собрания происходили в режиме призыв-ответ. Он обращался к людям и люди должны были как-то отреагировать на его проповедь. Само функционирование собрания в режиме призыв-ответ это было что-то уже новое. Есть фидбэк, есть призыв, вот то, что мы говорили о Петре. Петр к чему-то призывает людей. Второе, он говорил к грешникам и говорил, кто хочет покаяться или обновиться, поднимите вашу руку. 1800 лет в истории проповеди такого никогда не было. Люди, которые должны были реагировать на эту проповедь, поднимали свою руку. Это впервые в истории было зафиксировано. И понятно, что среди местных таких консервативных церквей, которые было, это было воспринято как что-то, как нарушение каких-то подходов. Между прочим, славяне это тоже пережили. В Западной Украине первым, кто такие вещи практиковал, был такой уже ныне покойный Богдан Мальский, Богдан Ануфревич Мальский. В 70-х годах он говорил, кто хочет уверовать и поднимить свою руку. И вот эта фраза львовская, очень известная с конца 70-х годов, бачу вашу руку. То есть Ровенская это другое немножко измерение, а львовская была бачу вашу руку. И за этим братом или пастором насколько закрепилась эта фраза, что есть такой юмор, что он поехал на викейшн и один человек там тонул в море, просто руку протягивал и вроде как Богдан стоит на берегу и говорит бачу вашу руку. То есть насколько эта фраза за ним закрепилась. В мировом контексте первым таким человеком стал Финей. Дальше. Те люди, которые подняли руку, они должны были выйти наперед и спереди находилось так называемое алтарное место или место для грешника. То есть если ты поднял свою руку, ты должен идти следующий шаг делать перед всеми, засеверенствовать от своей греховности и желания изменить свою жизнь. И впервые в истории Финей употребил команду душепопечителей, которых он называл проповедниками на индивидуальном уровне. После того, как эти грешники выходили наперед, к ним подходили душепопечители, поэтому 85% вышедших наперед оставались в церквях. Это один из самых успешных евангелизационных проектов, которые были. Два было центра пробуждения в штате Нью-Йорк, это город Аберлин и город Рочестер. К 1849 году в Рочестере было 800 христианских церквей и ячеек, и это был самый христианизированный город мира. К середине 19 века нигде не было больше христиан, чем в Рочестере. В одном месте собрано, чем в Рочестере, штат Нью-Йорк. Это был результат этого пробуждения. Интересно, что через сто лет, когда возникнет ассоциация Билли Грэма в 1949 году, Билли Грэм взял на вооружение все принципы Чарльза Финея. То есть, то, что дальше 50 лет практиковал Билли Грэм, это все было продолжение второго великого американского пробуждения, только уже на уровне скорее техники. То есть, кто хочет уверовать, поднимите свою руку. Функционирование собрания в режиме призыв-ответ, место для грешника, кто поднял руку, выходите наперед, команда душепопечителей. То есть, в этом смысле ассоциация Билли Грэма не будет чем-то новым, она просто использовала этот багаж 19 века Чарльза Финея в проповеди уже в 20 веке. Но во второй половине 19 века сформировались четыре ключевых принципа так называемого еванжеликализма или еванжеликалс в проповеди. Эти принципы сформировал Дуайт Муди и считается, что три тут классических таких деятелей это Дуайт Муди, это Билли Грэм и вот недавно почивший тоже относится сюда Чарльз Стэнли, наверное, вы слышите такое имя, один из последних таких ярких личностей в этом смысле. Тут, конечно, надо вспоминать и Чарльза Спержина, но Чарльз Спержин это все-таки другая личность, личность реформатского толка. Я в двух словах о нем чуть позже расскажу, если успею. Смотрите, на чем строится проповедь евангеликализма. Если континентальная Европа пошла по пути либерализма и отрицала авторитет Писания и богодухновенность и непогрешимость Писания, то евангеликалисты стали на принцип библиоцентризма. Библия непогрешима, Библия богодухновенная, это высший авторитет, она задает нормативы в этике и так далее. Проповедь должна быть с Библией. Второй принцип это крестоцентризм. Вершиной любой проповеди должна быть искупительная жертва Христа. Евангеликал с подходом говорит, что если вы не проповедуете о кресте Христа, ваша проповедь неполноценна. Третий принцип называется конверсионизм. То есть ваша проповедь не просто информирует людей, она должна их менять, обращать. Через проповедь люди рождаются свыше, освящаются. И четвертый активизм. Те люди, которые обратились, они не могут уповать только на опыт обращения, они должны жить полноценной христианской жизнью ежедневно и проповеди должны их сподвигать к этому активизму. То есть еще раз, четыре ключевых принципа Евангеликалитской проповеди. В принципе Пейсятническая проповедь будет вокруг этих четырех моментов тоже строится, но и будет еще несколько факторов, которые добавятся. Первое это библиоцентризм, второе в данном случае это крестоцентризм, третье конверсионизм и четвертое эктоактивизм. Вторая половина 19 века это еще феномен Чарльза Сперджина. Я о нем ничего там не писал в конспекте, я в двух словах хотел бы о нем вспомнить. Его называют королем проповедника. нельзя сказать, что он построил школу проповедником, но сам он был проповедником выдающимся. Чем его подход отличается от еванжеликализма? Ну, во-первых, он был реформатом, который вот эту богатую реформатскую, частично лютеранскую традицию продолжал и в проповеди также. Что это означало? У него так же, как у лютера, не допускали к проповеди людей с противным голосом. И он говорил, что надо взять пару валов и забрать из кафедры проповедника мурчащего или издающего непонятные звуки. То есть такая была категоричность. Скажем, если для евангеликалистов содержание важнее формы и тембра голоса, то это такая классическая школа, которая продолжала обращать внимание на эти вещи. Второе, это, конечно, подготовка к проповеди. Вот идут сейчас, друзья мои, рождественские праздники. Кто из вас никогда не слушал, я вам советую загуглить 12 рождественских проповедей Чарльза Сперджина, чтобы получить представление о том, как проповедовал этот выдающийся проповедник. Это на самом деле уникальная проповедь, но не надо забывать, что у него была библиотека из 15 тысяч книг, что он был человеком, который постоянно занимается и оттачивает свое мастерство. Проповеди он писал ночью, и все его рождественские проповеди приблизительно звучат так, утро 25 декабря 1882 года. Это как бы момент, когда он довершал проповедь. К рождественской проповеди он начинал готовиться в джулай, в июле. то есть это обычно брало полгода, а заканчивалось всего вот утром 25 декабря, перед тем, как надо было произносить проповедь. Ну и была масса других уникальных элементов, которые были характерны для его проповеди, но это мы скорее говорим о личности, конкретной личности. Все-таки евангеликализм это движение, которое породило сотни, тысячи проповедников. Здесь мы говорим о личности, ну и как всегда срабатывает знаменитый принцип. Хочешь идти быстро, иди сам. Хочешь идти далеко, иди с кем-то. Вот был я в Англии, приехал в церковь или в место, где было пробуждение Чарльза Спержена, и там вам покажут его Библию, библиотеку его покажут, покажут его другие атрибуты жизни и служения. Вы спросите, а где люди? Там в 1884 году было 15 тысяч членов, прихожан церкви Метрополитен Табернакл, которая находилась в Лондоне. Но они скажут, что есть книги, есть там раритетные какие-то вещи, есть движение, которое в то время было очень мощным. Но на сегодняшний день с этой церковью ничего не осталось. И это тоже интересно, да? Мы можем иметь яркую харизму и на свое поколение быть достаточно влиятельным, но если мы хотим повлиять на будущее, нам надо идти с кем-то, нам надо передавать вот этот опыт и это очень важный момент. Несколько минут о пятидесятнической проповеди. Когда в начале 20 века возрождаются харизмы, вот на Азуза-стрит, особенно ярко, в Лос-Анджелесе, с апреля 1906 года, проповедники на Азуза-стрит, соглашаясь, в принципе, с вот этими евангельскими подходами добавляют еще один момент пневмоцентризма. То есть, вот эти тексты, где мы читали, что Петр исполнился духом, в Синедрионе 4 глава Петр исполнился духом, ранее пятидесятники обращают внимание не столько на подготовку с точки зрения вот этих этапов, о которых мы выше говорили, что есть в античной риторике, сколько в каких-то духовных кондициях. То есть, идея приблизительно следующая, чтобы нам было понятно. Это как спортсмен, который имеет высокие показатели, но в этом году, например, он не в форме, и он не может выбежать там 100 метров с 10 секунд. Поэтому идея была какая, что кроме фактора подготовленности, ты должен еще быть в духовных кондициях, или соответствовать определенному уровню, и быть исполненным святым духом, чтобы убедительно проповедовать. Акцент был на устную традицию, то есть, лучше говорить не догматические вещи, а как эта истина преломляется через твою жизнь. И для ранних писятников особо была популярна спонтанность и акцент на откровение. То есть, представить, что вот ранний писятник будет говорить так, Господи, я хочу, чтобы твой дух сегодня действовал с 10 до 12, пока наше собрание не закончится, это был нонсенс. То есть, для ранних писятников продлить время собрания на день, конференцию на день. Эти знаменитые истории, там, Чикаго, когда муж собирается на конференцию, жена говорит, когда ты возвратишься? Он говорит, ты такое спрашиваешь, как Дух Святой нас наполнит? Понятно, ритм жизни был другой, обстоятельства были другие, но в целом ранние писятники верили, что Дух Святой руководит поклонением спонтанно, неожиданно для человеческого разума, и мы не можем его лимитировать. Поэтому, как это мысленно? Это мысленно, что есть волна такая духа, и наша задача эту волну поймать, и когда ты ее поймал, ты не смотришь на часы, ты не пытаешься как-то там сократить, ты как Петр на горе преображения говоришь, сделаем трекущий. То есть, пускай это и ощущение продлятся, пускай эта проповедь звучит дальше, и я не буду обращать внимание на какие-то вещи. Понятно же, за сто лет очень много чего поменялось. Я рассказывал, был в Атланте, в одной церкви славянской, пенсионической, и пастор меня спрашивает, сколько тебе надо проповедовать? Говорю, 35 минут хочу проповедовать. Мне дали такую распечатку, что моя проповедь в 71-й по 106-ю минуту собрания, и я начал проповедовать, и у них интересно вон там цифры идут назад. Назад, и вот когда обычные часы, они на тебя психологического воздействия не оказывают. Когда вот минуты идут назад, секунды, миллисекунды бегут, ты как проповедник начинаешь ощущать определенный дискомфорт. Почему? Потому что такое впечатление, что у тебя еще много материала, ты просто не успеваешь. И когда осталось 5 минут, зеленых цифры превратились в желтые, а когда осталось 2 минуты, цифры покраснели. И я где-то за минуту решил закончить, потому что кто его знает. Думаю, если там нули будут, и я не закончу, там какая-то раздвижная система откроется перед кафедрой, и я в бейсмент церковный попаду. И вот понятно, что в раннем пиеседмичестве такого лимитирования времени не было. То есть идея была такая, что наоборот продлить. Понятно, что и тогда они понимали, что если это не духовное действие, то ты тянешь там, как Лютер говорил, пытаешься компенсировать количеством времени слабосодержательную проповедь. Миссиональность проповеди и критерий для проповеди не пол, а призвание. Вот здесь был, конечно, радикализм пиеседнический, потому что на основании пророчества Иоиля о том, что юноши и девицы, рабы и рабыни, старцы и старицы примут от Духа, поэтому ранее пиеседники не проводили, скажем, черту по половому признаку в контексте кто может проповедовать. Принцип был такой, проповедовать должен исполненный Святого Духа человек, личность, и в раннем славянском пиеседничестве это тоже сохранилось. Например, у Ивана Варонаева в Одессе была такая Полина Васильевна Кушнерева, очень помазанная проповедница, которая за 10 лет провела 122 богослужения, на которых уверовало 3000 людей. Или там Голына Недушитко в Тернополе тоже была такой проповедницей. То есть идея тоже была как бы от раннего пиеседничества, что помазание и исполненность Духа важнее других факторов. Критерий для проповеди не пола, а призвания. В послевоенное время много чего поменялось в силу целого комплекса факторов, это не тот предмет, и в мировом пиеседничестве много чего поменялось в этом смысле. И вот закончу я чем, что уже когда Советы закрыли границы, и пиеседники советские не получили возможности общаться с единоверцами за рубежом, с проповедью стали происходить определенные трансформации, то есть от духовной и миссионерской к эсхатологической и партикулярной тематике. Ну вот как это просто объяснить. Если в 20-е годы братья проповедовали и говорили, Христос скоро приходит, это означало, что мир не спасен, и нам надо ускорить евангелизацию. То уже в 50-е годы, когда говорили, что Христос скоро приходит, основной акцент был сделан на мое личное состояние. Вот эта фраза из пророка была очень популяризирована «приготовить вещи к переселению». Помните такую фразу? То есть акцент делался теперь, Христос скоро приходит не в смысле внешней активности, потому что советская власть эту активность лимитировала, а в смысле того, что я лично должен подготовиться, потому что Христос может меня найти не в должном состоянии. Дальше личность проповедника важнее послания. Это естественно, как и в первых в первых веках, в эпоху гонений было, так будет и здесь. Еще один момент это влияние тематики пророчеств на гамилетику. То есть это большая тема в силу целого ряда факторов, советы боялись, чтобы нога одного верующего человека стала на порог высшего учебного заведения. Поэтому обычно образования не хватало, не было семинарий, книг не было, Библии было недостаточно, поэтому многие недостатки знания компенсировались с помощью мощного пророческого служения. Пророческое служение в писяднических сообществах воспринималось безальтернативно, без каких-то там разногласий. И вот проповедники, видя, какой успех имеют пророки, очень часто пытались проповедовать похоже на пророчество. Иногда, если кто-то из вас застал еще, проповедь переходила в пророчество. То есть прямо во время проповеди человек исполнялся Духом Святым и начинал пророчествовать. Это то достояние, которое тогда было, и это проявлялось в силу целого комплекса факторов. С негативного, друзья, очень часто преобладал или буквальный подход. В буквальном подходе есть и свои плюсы, то есть буквальная проповедь означала, что Дух Святой продолжает двигаться сегодня, Писядница не завершилась первым веком. Но иногда это приводило к крайностям, буквальное прочтение. Нашли слово Красной книги Откровения есть там такое понятие «красный». И это слово стали интерпретировать, что это и есть там советская власть. Или там были всякие вещи там. Например, взяли спички верующие, там такой интересный сюжет эсхатологический, из спичек сложили цифру 666. А потом с того же количества спичек сложилось имя Сталин. И вот в этом видели определенные смыслы и так дальше. Это аллегорические подходы. Ну и тут некоторые вещи еще. Попытка транспонировать библейский текст современной реальности. То есть текст переносился в сегодняшний день. То есть идея была такая, что мы не должны думать о культурных составляющих, о временных составляющих. Это все не важно. Библия это всегда свежий хлеб, она работает. И это приводило к многим и позитивом, потому что люди стояли на этом, они стояли в вере очень сильно и совершали зинкалые действия такие, которые выходили за рамки даже такого рационального, экзегетического какого-то понимания. О современной проповеди я чуть-чуть завтра расскажу больше. Друзья, мое время, к сожалению или к счастью, исчерпалось. Я не хочу, чтобы Лютер меня прокритиковал. Что мы завтра будем делать, друзья? Мы будем смотреть на нынешнюю эпоху и как она влияет на проповедь. И с учетом сегодняшних некоторых смыслов исторических попытаемся понять, как все-таки проповедовать. И прочитаем два-три текста и попытаемся поработать с инструментом, чтобы это было похоже больше на тренинг, чтобы вы больше уразумели, как все-таки эти инструменты можно на практике использовать. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я был понятен для вас. Все, что есть во мне, Господь, Тебя благослови. Всей жизнью поклоняюсь лишь тебе. забрал меня из темноты, ты в свой чудесный логови. Спасибо.